Я полагаю, что все вы меня знаете, поскольку вы наверняка пришли именно с моих рассылок, с моего ролика пригласительного, который у меня в блоге опубликован, но это значит, что мы с вами, в принципе, уже знакомы, по крайней мере, я с вами по вашим каким-то, ну, скажем, комментариям и вопросам вашим у меня в блоге или на роликах моих в YouTube, ну, а вы меня знаете по моим видео, да, и по нашим встречам с вами. Значит, но вы меня в основном знаете, большинство из вас, я думаю, как именно специалисты в области, так сказать, лечения болезней, по здоровью, потому что с этого я в публичную, скажем, сферу и вошел несколько лет назад. Ну, вы также, конечно, знаете, что у меня есть и сайты, посвященные именно органическому земледелию, а это, собственно, сегодняшняя наша с вами тема. И хоть нет отдельного сайта по экологическому чистому строительству, но поскольку эта тема настолько, знаете, перекликается, настолько сплетенная, настолько это все одно единое, да, Я имею в виду вообще что? Наша жизнь, здоровая жизнь, она не может быть без, по большому счету, без той среды здоровой, в которой мы живем, а что значит здоровая среда? Ну, это как раз есть, это наше жилище, это наши, собственно говоря, одежды, это то, в чем мы ходим, где мы находимся большую часть времени, спим, это экологически чистые материалы, дома, ну, соответственно, в идеале, конечно, должны быть дома, а не квартиры, по крайней мере, к чему нам надо стремиться, либо на лето, кто имеет возможность выезжать, вот. Ну, и, собственно говоря, то, что мы едим, а это экологически чистые продукты. Поэтому я долго думал, какую тему выбрать, как первую такую, ну, открытую тему по, скажем, органическому земледелию, с чего начать. А поскольку сейчас и весна ранняя, вот уже, что называется, 2 апреля сегодня, я подумал, что лучше всего будет именно степлиться зимних садов, потому что мы все-таки живем с вами, ну, по большей части, кроме каких-то южных, там, действительно, совсем южных регионах, и там и то теплицы делают зимой, да, чтобы выращивать, по крайней мере, продлить период вегетации. Поэтому для нас, для всех, тема очень важная. Я в этой связи, конечно, мне есть что сказать, потому что я, вы знаете, экспериментатор большой, у меня были и есть теплицы, и зимние сады построены по разным технологиям, и пристроенные к зданию, и отдельно стоящие, и подогреваемые, дотапливаемые, и недотапливаемые, и сотни видов культур на них уже опробованы, так сказать. Это, а что это значит? Это не только ведь материал, с которого теплица построена, это работа с почвой, это работа с самой рассадой, с семенами, ну, то есть это большая работа, разноплановая. Поэтому вы знаете, что я веду свои лекции так, что я пытаюсь максимально, ну, скажем, объемно объяснить все взаимосвязи между собой вот этих явлений и процессов. Ну, а поскольку вы также, наверное, знаете, что я занимаюсь уже 20 лет, значит, когда-то это был мой вид бизнеса, сейчас просто, ну, назовем это так, хобби, либо жизненные обстоятельства. Я занимаюсь экологически чистым строительством, потому уже 20 лет. Я сам живу в доме с 98-го года под Москве. У меня есть эко-поселение, я основатель эко-поселения в Картышино, это Ржевский район Тверской области. И вот сейчас у меня мой новый проект глобальный, который объединяет в себе все наработанные знания за долгие годы моей вот такой интенсивной практики. Это что? Это Пушкинские горы, это Пушкиногорский район Псковской области, где, кстати, я и вас, в частности, хочу, наверное, я надеюсь, в мае смогу приглашать уже на мои занятия практически. Посмотреть эти уникальные места, кто не бывал, обязательно должен побывать хотя бы раз в жизни. Ну, я думаю, кто бывает раз в жизни, потом переезжает постоянно. Это уникальные места культурные, ну, это Пушкиногория, Михайловская, понятно. Ну, к тому же, прекраснейшая природа, ну, а главное, что я там в этом месте, вот сейчас строю, у меня идут стройки, не только дома гостевые, где я могу принимать вас или любых гостей наших дорогих, но главное, там будет аграрный центр, это и зимние сады, и теплицы, там буду я читать вести лекции на тему экологической чистого строительства, на тему природного земледелия, подготовка почвы, то есть все десятки видов тем аграрных, плюс к тому по экологическому чистому строительству и много-много сопутствующих тем, возможно, мы даже сделаем что-то типа такой здравницы, да, но, по крайней мере, я сам перееду туда жить с семьей уже в ближайшее, так сказать, время, сейчас активно завершаются там отделочные работы в двух домах, по крайней мере, и, значит, собственно, следите, кому это будет интересно, в моем блоге euphrolog.ru на новостях, и где баннеры будут обязательно приглашения на те или иные семинары, практические занятия и так далее. Ну что ж, значит, вот я сказал вам такое вступительное слово, теперь маленький регламент. Если кто-то пришел, еще меня не знает, ну, понятно, такое вполне может быть, по рекомендации, да, например, кого-то из знакомых, вы потом сможете ознакомиться подробнее обо мне, посмотрев мой блог, да вам подскажут, где его посмотреть, и Дмитрий скинет в чат. Так вот, значит, вопросы вы обязательно готовьте, пишите их на бумаге, пока не в чат, потому что я скоро чат закрою и включу вам презентацию, собственно, по которой, а там будут фотографии, чертежи, по которой я и буду вам сегодня все сейчас рассказывать, объяснять, вести занятия. Вот, значит, в конце мы с вами обязательно, значит, я переключусь опять на чат, я буду смотреть вопросы, только скажу, единственное, что Дмитрию сейчас, что у нас, я не вижу ни одного сейчас комментария, ни одного вообще, то есть, возможно, что-то вот вы потом подскажете, почему я это не вижу. Значит, теперь, итак, действительно, тема крайне важная, она актуальна, она сейчас в сезон, что называется, да потом, даже если кто-то в записи посмотрит, а будет уже лето, какая разница, готовь сани летом, что называется, да, хорошая пословица. Поэтому теплица или зимний сад, а ее можно использовать круглый год, просто есть определенные нюансы, которые можно, я вообще сторонник, знаете, делать так, чтобы не переделывать, если вот меняются возможности, желания, теплицу, например, говоря о теплицах, сделать так сразу, чтобы потом переделывать конструктивно, ничего не пришлось, просто пришлось, да, ну, скажем, внести какой-то элемент, ну, например, там, печку поставить, термомассу в виде, так сказать, бутылей с водой или больших емкостей с водой, или просто, значит, подиумы, или какие-то массивы с камнями, с кирпича, вот, принципиально ничего, или заменив, например, полиэтилен, о котором я буду говорить, да, который можно использовать, но при нехватке средств, например, в этом году, скажем, на поликарбонат следующий, ну, вот поликарбонат, он имеет определенные габариты, и поэтому грамотно надо делать так теплицу сейчас, если мы ее сами будем делать из дерева, из бруса, из досок, таким образом, чтобы потом не пришлось конструктивно ничего вообще переделать, то есть с расчетом на поликарбонат. И вот эти нюансы я вам сейчас расскажу. Порой ведь важно, можно не сделать ошибку, не вложив лишние средства сейчас, чтобы потом действительно не вкладывать средства, которые, собственно, зачем, если только из неправильного расчета, либо из-за того, что мы не учли то, что можем, то, что может нам потребоваться, ну, в ближайшее время. Вот, что ж, поэтому давайте так, выгодьте свои вопросы по ходу того, что я буду говорить, готовьте, мы потом вернемся к чату, и я обязательно буду отвечать на все ваши вопросы. Ну, а Дмитрий еще раз скажу, что вот вопросы как-то нужно, чтобы они были видны, потому что в чате, кроме моей записи, что вот, что скоро начнем, я ничего не вижу пока. Итак, дорогие друзья, конечно, жалко, что у нас так мало, всего там 126 человек на данное время, может быть, будет больше позже, мои лекции вот по здоровью собирают там, понятно, от 700 до полутора тысяч человек, но, как говорится, не всех интересует тема органического земледелия. Ну, ничего, может быть, посмотрят в записи другие, а у вас есть возможность будет, я вам буду отвечать на вопросы, значит, конструктивно. Тем более, я приготовил сегодня не просто, так сказать, какой-то показ и комментарий по слайдам, а очень интересный расчет, в том числе финансовый расчет по определенному размеру теплицы. Ну что ж, итак, переходим с вами непосредственно к... Так, непосредственно, сейчас я секундочку, на презентацию. Так, теперь, значит, презентация, я так понял, видна. Дмитрий, пожалуйста, напишите мне в чат, если презентация видна, и я начну, собственно говоря, уже по ней вести лекцию. Так, сейчас, уважаемые друзья, секундочку, чтобы я убедился, нужно, что видна презентация. Так, хорошо, хорошо, отлично. Итак, переходим. Значит, я сейчас коснусь темы, потому что, знаете, проращивание вот рассады, которое заявлено, вот мы давайте переключимся на второй слайд, это очень важная тема. Я, конечно, не могу сейчас в рамках сегодняшнего вебинара рассказать прямо все, да? Понятно. У меня уже прошло первое занятие, вот буквально 14 марта, то есть буквально две недели с небольшим назад, ко мне приезжали в Подмосковье, в мое ближайшее хозяйство, люди, группа людей на мое практическое занятие по семенам и по рассаде. Ну, тем людям, кто был и смотрит на сейчас, тоже будет интересно послушать, еще бы, потому что там будет много нового. Моя тема сейчас не такая, безусловно, как была скрупулезна, именно на тему работы с семенами, с посадочным материалом, подготовка почвы, рассада, стаканчики. Но в двух словах я сейчас пройдусь по этой теме. А вам скажу, что все подробно, вот темы я разбираю, во-первых, у меня есть инфопродукты соответствующие, это как раз с моих занятий, практических семинаров, вебинаров, записи. Вот, но при вопросах в конце нашей встречи сегодняшней я вам смогу ответить на любые, если у нас, соответственно, будет время, силы у вас и у меня. Поэтому давайте теперь дальше идем. Значит, вот я вам скажу так, почву я подготавливаю соответствующим образом. Вот обратите внимание, что в стаканчиках, а это заготовки. Внизу стаканчики медовые, они бывают вот по 400-600 миллилитров, значит, соответственно, здесь внизу они плотные, но в то же время эластичные, очень удобные. Растение легко вытряхивается с корневой системы, не повреждаясь из этих... Они многолетние, потому что они не обжигаются даже от ультрафиолета. Ну, то есть они не такие, знаете, не одноразовые, и пластик не тонкий, а толстый, но при этом эластичный. Более того, значит, вот внизу мы делаем такие дырочки, трехмиллиметровым сверлом, две на высоте сантиметра дна. Для чего? Для того, чтобы вода лишняя стекала. И размещаем их в лоточки соответствующие. Вот я вам сейчас включу кадр, где будут видны лоточки. То есть, опять-таки, лоточки я покупал в свое время в Икеа, несколько сотен штук. Вот такие по 300 миллилитров удобно вставляются стаканчики здесь вот по 11 штучек. И на столы, над которыми подвешены лампы, у меня все для этого специально сделано. Вот таким образом подготовленная почва, которую мы берем, скажем, у меня есть возможность брать богатую почву у меня вот в этом поселении, в Картышино-Ржевский район. Там есть такое место, как, знаете, куда стекали ручьи, принося плодородный слой, смывая верхней почвой. Долгие десятилетия. И там образовался некий сапропель, как вот озерный ил, очень богатый, более метра слой плодородный. Вот берем эту часть, дерновой земли часть, значит, примерно пополам берем, соответственно, вот еще измельченную солому, про которую я в своих вебинарах говорю, почему и как измельчать. Ее можно простым бытовым, скажем, измельчителем для садовых вот этих веток. Но я могу это делать в промышленном масштабе, у меня более крупные установки на то есть. А каждый может купить какой-нибудь Алько, Гардена, там, Макита, есть совершенно разные фирмы, сейчас садовые в интернете посмотреть, для измельчения садового мусора. И вот, в частности, только надо брать обязательно с четырьмя ножами, а не с двумя, измельчитель пропускается 3-4 раза, ну, можно даже 2-3 раза солома. И она вот такая от 5 миллиметров до 2 сантиметров кусочки. Все это мы осенью ставим, перемешиваем, можно и сейчас, ничего страшного. Это же не хвойные опилки, которые, так сказать, вредны и закисляют почву, и к тому же антисептические средства, то есть почвенные микроорганизмы, тогда многие погибают и, соответственно, мешают росту развития корневой системы, в том числе, потому что корневая система, хорошо развиваются растения именно в симбиозе с микроорганизмами почвенными. Вот обо всем об этом я подробно рассказываю на своих занятиях. Но, тем не менее, как делать почву вот это все, конечно, подробно сейчас я вам не расскажу, но, однако, значит, вот вкратце рассказал. Уже берется одна треть по объему, по объему именно, например, ведро вот этих измельченной соломы, а 2 ведра берется уже вот этой подготовленной почвой. И еще примерно на эти 3 ведра 10-литровых берется примерно стакан золы, как дополнительные удобрения минеральные, ну, вот, собственно говоря, все перемешивается и стаканчики наполняются. Потом стаканчики ставятся, накрываются крышечками, либо вот эти лотки сразу крышечками накрываются, и у нас это все стоит, конечно, политом немножко, чтобы почва влажная была, может стоять несколько месяцев, даже дожидаясь вот эти полгода, дожидаясь осени, приготовленной до весны. А можно приготовить быстро и сейчас. И вот тогда у нас уже все готово, все под рукой. Соломы, кстати, будут переплевать постепенно по мере роста корневости, по мере того, как, значит, соответственно, будут почвенные микроорганизмы жить. А мы обязательно добавляем и Байкал, и Восток сначала где-то раз примерно в неделю поливаем вот с этой, вот, собственно говоря, водой, с разбавленной вот этими биоудобрениями, которые содержат в себе штаммы культуры бактерий, различных азот, фиксирующих молочнокислых, прочих. В общем, где-то 60-70 видов, если Байкал и Восток применить поочередно, по два раза, по три где-то. Все, мы запускаем микроорганизмы, солома начинает активно разлагаться, к тому же остатки в почве органических каких-то соединений. Ну и это темп роста, конечно, увеличивается. И, во-первых, подготовка почвы гораздо быстрее происходит. Это лучше сделать с осени, но ничего страшного, если сейчас. Так, вот когда у нас уже, смотрите, такой оранжевый цвет, это просто лампы. Я использую фитолампы Reflex. Они относятся к натриевым лампам, очень сильно греются. Но поверьте мне, сейчас пока не существует аналогов, и, к сожалению, мои любимые светодиодные лампы, которые я всегда использую в интерьерах, в домах, комнатах, я сейчас не могу пока рекомендовать именно специфические, именно специфические, потому что, понимаете, я пробовал очень много. Я истратил, ну там, уже не помню даже сколько, 100 тысяч или 200 тысяч рублей на разные, значит, заверяли фирмы, что это точно работает, точно при какой высоте вот эти красные светодиоды с синими, да, и комбинация их дает вот рост растений. Вы знаете, это надо просто прислонять вот 5 сантиметров от растения, от маленького, чтобы что-то начало расти. И, конечно, если сравнить площадь и стоимость лампы, и площадь освещаемую, чтобы это росло хоть как-то, это экономически неоправданно. Поэтому самые лучшие натриевые, классические, старые, проверенные, но Reflex, это фактически революция. То есть они более 20 тысяч часов должны работать, а, собственно, у меня есть уже такие лампы несколько лет, которые так и работают. И это прекрасная светоотдача, это весь спектр солнечный, в общем, собственно говоря, темп роста любых растений, от томатов, огурцов и так далее, до любых тропических. Много проверен, в том числе до зелени любой. Ну, свет, поэтому вот цветопередача такая, не удивляйтесь, они, конечно, смотрятся не совсем в таком цвете, но желтоватый оттенок. Вот сюда в почву, видите, уже посажены маленькие росточки. Они изначально, семена я проращиваю в таких коробочках в вермакулите, когда сверху вермакулит увлажняется, насыпаются семена, подписывается маленькая коробочка. Ну, примерно, если вы знаете, как вот мои ягоды, которые продаются, 0,4 литра, такие баночки прямоугольные, вот туда сантиметр-полтора вермакулита насыпаем, увлажняем, кидаем семена. Они прорастают, как в тепличках, в парничках, там капельки такие образуются на крышке, то есть влажность повышенная. Прекрасно. А дальше, соответственно, мы отбираем лучше и пикируем их, рассаживаем, углубляя таким, значит, можно пинцетом, можно карандашом, как кому нравится, корешок вниз и все. Значит, собственно говоря, накрываем крышку, чтобы влажность эта у нас еще оставалась. Вот видите, спарено, вот на соседнем показано, вот видно коробки, да даже вот здесь небольшая такая туман, а здесь уже капельки висят. И потому что нельзя сразу маленькое растение, которое выросло в тепличке, как бы в мини, на сухой воздух и крышку открыть, иначе они просто высохнут. Нет утолщения еще мембран защитных, поэтому первое время, несколько дней, крышка пару дней должна быть закрыта, а потом она наискосочек вот так вот открывается, чтобы щелка была, просто неплотно прижимается. Потом каждый день на сантиметр больше, и постепенно влажность под ней уменьшается, растение успевает адаптироваться. И вот когда пара, вторая пара листиков выходит, вот тогда и вышла уже активно. Можно крышку, так сказать, уже вот так открыть, вот так вот, на одну треть, и через неделю, в общем, крышку можно снимать. Неделю-полторы, как растет растение, смотря. Это надо видеть просто. Так, теперь, ну, собственно, вот что происходит недели через 3-4. Это после того, то есть вот разница между прошлым кадром и вот этим примерно в месяц, когда перцы уже вот имеют где-то 25 сантиметров. Обратите внимание, что сверху я соломы, мы тоже присыпаем, потому что корневая система активно разрослась, безусловно. А стаканчики, кстати, внизу я кладу, чтобы нельзя было перелить керамзит, вот этот сантиметр, через который вода выше него, если зальется, ну, предположим, перелили случайно, да, все может быть. Он вытечет вот в это корыца. И на стол не потечет, и в корыце будет вода. А когда уже крупная корневая система растения будет 30 сантиметров или больше, и пить воды оно будет потреблять, может быть, в день даже больше, чем мы польем, то тогда просто можно излишки вылить в само корыце сантиметра полтора, и растение будет снизу просто воду пить. И корневую систему не зальем, потому что там 9 десятых будет на воздухе. А одна десятая будет в воде, и нижние корни, нижние части корней, что в керамзите, будут пить воду. Вот никаких проблем, конечно, нет. На гидропонике так и вообще корни почти все в воде, да, просто там еще и кислород растворенный и так далее, нет анаэробной среды, поэтому, собственно, все прекрасно, и минералы, и все. Вот так что лоток очень удобная вещь для этого. И стаканчики, поэтому делается дырочка. Вода как выходит, так и может войти. Вот, значит, это вот такой момент. К тому же солома сверху, вот этот слой 5-7 миллиметров, он что дает нам дополнительно? Что почва не пересыхает, потому что лампы яркие, мы их ставим, так сказать, на высоте где-то, ну, примерно 60-70-80 сантиметров, если по 250 ватт, если по 400, конечно, там и полтора метра, более чем. Ну, мы делаем, чтобы было не менее 20 тысяч люкс. Конечно, есть такие приборы, кто-то на глаз это видит, я это вижу прекрасно, освещение на глаз. Ну, а можно и купить прибор, если уж покупать, то фирма Теста немецкая, очень хорошая, которую я рекомендую. У меня есть и приборы для измерения влажности древесины и другие, то есть я просто очень рад. Вот редко так бывает, когда доволен выбранной фирмой, вот знаете, измерительных приборов немецкая фирма Теста. Да, просто вот рекомендую. Теперь идем с вами дальше. Вот, опять-таки, ну, вкратце, конечно, каждый лоточек подписывается, у меня сорт, а если приходится разные виды в горшочках переставлять вместе, объединять, ну, мало ли, вот, значит, скажем, погибло на стадии роста маленьких растений, либо вы отбраковали какой-то горшок, то подписывайте каждый. Мы просто на стикеры, липучки подписываем вид и приклеиваем на горшочек сверху, ну, до которого точно вода не дает. Все, вот так ставим, видите, как равномерно достаточно, прекрасно растет. Все, ну, вот. И вот видно теперь лампы на этом кадре, в принципе, вот на такие два бруса сверху идут, сотые брусы, и здесь подвешены лампы. Ну, вот видно здесь освещенность. Она здесь не совсем равномерная, но лампы нагибаются в любую плоскость, можно ниже опустить, угол изменить, поворот влево-вправо. Соответственно, просто здесь так нам нужно было. Вот, значит, соответственно, у меня они, так, в шахматном порядке, в два ряда, и, собственно, где-то сантиметр 60-70 до перцев. Потом мы их поднимаем выше-выше, есть тут диапазон поднятия. Ну, и рассады уже сантиметров от 40 и выше мы увозим на место, где будет она, собственно, находиться в теплицах или в зимнем саду. Ну, вот еще несколько кадров, чтобы вы видели. Тут перцы показаны в основном на вот этом. А теперь я покажу, смотрите, в данном случае это косточки, это орешки гингобелоба. Вот листочки, кто знает, как эта культура выглядит, собственно, опять-таки вермакулите. Видите, тут такие капельки, то есть банька такая получилась при 30, даже 33 градусах. Очень важно только, чтобы не пошла плесень, поэтому вермакулит должен быть чистый, обработан кипятком или паром, емкость пластиковая или любая другая, в которой вы будете проращивать, имейте в виду, чтобы ни кусочек земли, ни капелька, ни пыль не попало. Но, потому что у некоторых растений есть, скажем, устойчивость, вот как у гингобелоба, практически плесень не подвержена, а многие виды растений подвержены. Вот, тут неважно, представьте, что здесь семена, например, томата, просто площадь тогда меньше, если нам надо, например, 20 видов, то мы просто берем маленькие баночки, малюсенькие там и также делаем парничок. Но принцип тот же. Вот насколько, значит, активно, хорошо здесь идет темп рост, потому что прекрасный парник, влажность, вот мы проветриваем, конечно, каждый день это дело. Ну и, собственно, можно регулировать влажность, температуру, можно щепочку, спичку подложить под крышку, она будет не плотно закрывать, а маленькую щелочку. И вот таким вот образом будет адаптироваться растение. Это когда уже высаживать пора в горшочке. Так, теперь я вам покажу, значит, это все вкратце, аквапонику. Кто был на моих занятиях, видел. В том году, это вот кадры прошлого года. Вот мы провели из одного аквариума, а вы знаете, у меня одно из направлений деятельности, это аквариумистика, разведение редких видов пресноводных скатов и другой, редкая рыба, селекция. И вот эти трубы, по ним вода из аквариумов стекает в нижний такой, ну скажем, бывший аквариум, это как фильтр, его габарит полтора на полтора метра. Здесь виден на фото кусочки его. И вот этот керамзит, а это керамзит, внизу у нас слой 20 сантиметров, керамзит, расскажу об аквакультуре, как все это просто делается. Ну, сантиметра, фракция 5-20, то есть до 20 миллиметров. Он постепенно набухает, тонет, соответственно, вот он в воде, да, под весом своим намокшим он лежит. Но слой воды циркулирует по трубам, истекает вниз аквариума, ну, сантиметров 10, потому что просверлена дырка, и через резиновую муфту труба тоже 50-е канализационная, излишек стекает воды уже в фильтр аквариума, соседней стойки, из которой, собственно, вода крутится через сам фильтр, ну, и поступает под давлением через флейты, так называемые, в три яруса, в три аквариума, один выше другого расположен. А с верхних двух аквариумов через две трубы поступает, вода стекает не в фильтр уже, просто мы изменили поток, просто уже готовую стойку, вот просто переделали, буквально за считанные там, ну, задели. Вот, а она просто стала поступать вот в эти оросительные такие трассы, поля. Ну, можно это масштабировать в любом объеме, просто суть важна. И мы распределили, подкладывая, значит, соответственно, кусочки плетника, камушки, вот под трубы, регулировали, чтобы вода текла равномерно. И всегда керамзит верхней слои мокрый. А это уже керамзит фракция 3-5 миллиметров, такой тоже можно купить, как вот песок, да, только он легкий, естественно, он пористый. Кстати, это дополнительное поле фильтрации, тут будут селиться там триллионы бактерий, которые будут разлагать органику любую до неорганических соединений. Ну, а вот эти неорганические соединения, азот и прочее, ну, собственно, как раз вообще-то нитраты, нитриты, то, что является ядом для рыб, а воду в аквариумах всегда подменивать надо, то как раз будут усваивать растения, активно расти. И что вышло в итоге? Да, огромный темп роста. У меня вот недавно были кусты петрушки, там по 70 сантиметров, мы их постоянно срезали, значит, укроп. И, кстати, вот смотрите, вот тут уже пошла поросль, а буквально через две недельки, вот, в чем, обратите внимание, вот лампа, фитолампа в центре, где освещение, безусловно, больше, растение сантиметров на 10-15 выше, по краям меньше, но мы повесили вторую лампу, у нас еще здесь с боков, потом свет светил от стоек, где проращивались вот томаты, я показывал. И буквально до лампы нам пришлось ее поднимать, вот, это сам аквариум 50 сантиметров, вот отсюда примерно, до верхнего бортика, до ребер жесткости, 50. Ну, вот смотрите, то есть примерно минус 20, вот так 30 сантиметров, и еще 30, 35, где-то до 60-70 были густые вот эти заросли укропа и петрушки. Значит, ну, можно выращивать что угодно. Значит, теперь дальше идем с вами. Это я просто пару слов сказал об аквапонике. Подробно я рассказываю на своих занятиях, ну, собственно, вот у меня даже в инфопродукт номер 3 вошли именно в том числе кадры, там на две камеры было записано, и из вот моей вот этой реборазводни, где была стойка экспериментальная с технологией вот этой аквапоники. Я подробно там рассказывал, то есть кто потом захочет в инфопродукте номер 3, может это, собственно, увидеть все подробно своими глазами. Так, а это очень интересная технология. Ведь действительно, на маленькой площади дома, особенно если действительно в квартирах люди живут, не имеют возможности, ну, или зимой что делать, так сказать. А тут и дети видят, если дети есть, все-таки, знаете, приобщаются к природе, к процессам, они могут управлять ими. Это же так интересно. Это лучше любых игрушек. Это самое, что ни на есть нужная наука, это жизнь, где ребенок сможет познать ее, как она есть на самом деле, и управлять этими процессами. Поэтому полочка выше сделать аквариума, стоечку добавить всегда можно. Насыпать керамзит, сделать по аналогии, подсветку. Можно столько интересного всего, так сказать, добиться. Я ведь сколько лет уже занимаюсь аквариумистикой очень давно. И профессионально. И, значит, скажу вам, что для меня, когда в очередной раз мне кто-то напомнил про аквапонику, что в Америке это сейчас модно, все дело не в моде, действительно, там кто-то понимает по нужде, по необходимости. Там же много очень запретов сейчас. Просто так не вырастешь ничего. И с органической, так и не продашь. Есть органические магазины, а так, чтобы фермеры, ой, ну там очень много запретов. Но неважно. В итоге я, в общем, заинтересовался. Ко мне человек просто на одно занятие приехал, рассказал, я говорю, все, я вот сделаю. И мы в течение двух недель сделали. И вот просто то, что я рассчитал, оправдалось абсолютно. Это действительно очень дело интересное. Ну, а кто-то делает, например, соединяет с рыбными комплексами. И, собственно, с большими, можно уж большие площади, используя просто вертикальную зональность, то есть на верхних полках, там, например, где-то на боковых стеллажах, выращивать растения, зелень, круглый год. Так, ну, у нас тема другая. Давайте все-таки ближе к делу. И вот давайте посмотрим, вот сейчас мы видим на этом кадре мой зимний сад, который находится в экопоселении, в нашем Карташино, которое расположено в Ржевском районе Тверской области. Вот эта стена, это внешняя стена дома. Зимний сад с трех сторон дома идет по южной, ну, условно, так сказать, западной и восточной стороне, с небольшим смещением там, ну, неважно, это чуть-чуть, небольшой угол. Один скат, он 4,5 метра и 1,5 метра стойки стоят на основании, где бетонные столбы были на 2 метра врыты коловоротами ручными и залит заармированный бетон. И на нем закладные были в верхних частях бетона, если представить круг сверху, закладные 100 на 100. Просто мы отпиливали кусочки 100 на 100 миллиметров от бруса, обрабатывали их зеленой специальной пропиткой, типа неамида, либо сеней шакобио. И потом до зеленого цвета. А потом, соответственно, бетоном, плавленным, раскаленным, вставляли в бетон, там арматуру посерединке завязали и заливали уже, когда заподлицо, вот этот у нас кусочек дерева был заподлицо с бетона в верхней его заливке части. Ну, естественно, по уровню, по нивильеру, либо по водяному уровню ставятся эти, если вы хотите, бетонные. А к нему уже брус, ну, в данном случае 100 на 100, брус, тут больше смысла не было, значит, болтами анкерными загонялись, крепил. Сверху уже дырка от болта анкерного заливалась битумом, тем самым вот этот большой болт был, находился уже в теле дерева, и никогда он не будет подвергнут коррозии, к тому же он оцинкованный. А сверху у нас стоят столбы через определенные расстояния. Сейчас я не буду заострять внимание именно на конструктиве, потому что это уйдет много времени, хотя буду к этому сегодня возвращаться, именно этого зимнего сада. Но я потому не буду делать, что я сегодня расскажу на примере других теплиц, где дам чертеж и раскройку, и дам расчеты. А если будет интересно, вернемся. Но тут есть нюансы. Видите, удобно ходить, палуба такая, высокой доски. В общем, они никогда тут не будут гнить. Они приподняты от земли. Тут тоже земля под ними, да, мы не стали там битон заливать. Зачем? Мы приподняли. Как? А через метр поперек брусы 100 на 100 пустили, также обработали их битумом, все, чтобы они навсегда, ну, не гнили никогда. И дерево на весу. Солнце жарит там и летом, и все. Ну, как было, вот 5 лет прошло, так и есть. Доски 100 лет прослужат. А вот эти короба с битой, тоже доски, высокие грядки, очень удобные. Ну, какой конструктив, что у меня тут находится под этим зимним садом, это еще стоит поговорить, ну, отдельно. Вот давайте я вам несколько кадров покажу. До, посмотрите, почему я хочу вам показать и назвал этот раздел «Темпы роста растений». Да, вот это инжиры, кусты инжиров. Сейчас трудно распознать, что это инжиры, потому что вот здесь годовалой давности, это у нас вот апрель, солнце уже когда даже в марте проглядывает под этим углом, тут у нас внутри и 20, может быть, днем, без отопления. Ночью, конечно, может быть всего лишь плюс 5-6, минусов тут никогда не бывает. Так устроена теплица, потому что она пристроена, видите, с трех сторон жилое помещение, теплое, соответственно, тепло отсюда идет все-таки через стены. У нас здесь 4 разновидности отопления, если это нам надо, хотя я в последние 3 года вообще не отапливаю никогда. Просто я решил, что здесь будут растения, которые держат, ну, скажем, до нуля температуру, и вот здесь у нас растут инжиры. Просто посмотрите, что произошло. Так, это у нас апрель, середина апреля, в июне. Так, апрель, вот за 2 месяца, сейчас я вам покажу. Итак, запоминайте. Вот этот кадр. Смотрите, с другой стороны кадр. Теперь, я хочу только единственное акцентировать, что здесь у нас, вот где палуба, вот эта, по которой мы ходим, подмостка, конечно, коробки мы сейчас эти ящики убрали, просто у меня тут раньше растения кое-какие сидели, но это стало неудобно по мере разрастания крупных деревьев, и просто убрали, чтобы ходить можно было, не пригибаясь, не сгибаясь. Теперь, вот на этой кадрах не видно, хотя нет, вот видно серая труба канализационная. Вот у нас их по периметру 6 штук. Отсюда воздух, горячий, из-под конькового пространства, как по закону физики вы знаете, горячий воздух, он более летучий, он, значит, вытесняется вверх, поднимается. Так вот, отсюда засасывается, как, вот, вентиляторы стоят специальные, на выдув, вот сюда выдувают они вверх, холодный воздух. Почему холодный? Горячий, когда летом, может нагреваться плюс 60 воздух, так вот он засасывается, тут коллектор, соединяющий все трубы между собой, а под каждой грядкой идет от приемного коллектора к выпускному, вот здесь тоже коллектор на глубине 60 см под почвой, даже 80, да, 80 находится. Вот здесь 60 приемный, а выносной 80, по нисходящей. Дырки прорезаны, воздух горячий идет, в почве охлаждается, конденсат падает, выпадает через щели, протекает в почву на глубине от 60 до 80 см. Растения, у кого корневая система, уже позволяют, пьют воду, поливать вообще не нужно. Дальше, выбираем, ну, вот этот выпускной коллектор сообщается через, по длинной стороне, 4 вот таких вентилятора, по 150 кубов, они по 250 в час, их можно регулировать, частотой оборота регуляторами специальными больше, меньше выдували, чтобы они, у нас тут электрощиток специальный, можно включить отдельно, можно от датчика температурного, например, он реагирует, когда выше, например, 40 поднимается в воздухе температура, и начинает прогонять через почву. Выдувается просто холодный воздух. Вот кто у меня был на практических моих занятиях, например, в прошлом году в мае мы проводили, позапрошлом, люди прямо, я подводил, говорю, вы вот встаньте сюда на табурет, кстати, жара наверху, ну, страшно, и тут уже 30, там, градусов и 40, может быть, в мае уже, когда солнце, может и больше быть. А подходит вот к вентилятору, руку ставит холодный воздух. Представляете, как почва нагревается, значит, мы уже даем почве тепло, она является термомассой, а зимой можно наоборот, если кто хочет как зимнюю использовать. Можно топить какими-нибудь котлами, печками, балерианами. Вот тут у меня еще две трубы 80-го диаметра, стальные, по всему периметру буквой П идут. Вот у меня длинная сторона 30 метров, сюда, направо, вот за стенку дома 15, и с этой стороны, с передней, 15. Вот. Теплица почти 300 метров квадратных, и вот эти две трубы, по ним циркулирует горячая вода. Также, чтобы отбить мостик холода, вот такая белая полипропиленовая труба на глубине метра, проложена по периметру, она тоже от коллектора идет, от топительного, от котлов, и если по ней пустить горячую воду зимой, горячий воздух идет, вот как вы видели, может быть, в городах на тепломагистрали, когда проложена под землей горячая труба, то прямо снег топится. Ну и, соответственно, мостик холода от улицы мы убираем. И тем самым корневой системе, если даже вот в этих грядках ближний к уличной стене посажено, у нас, собственно говоря, спокойно растут растения, так сказать, корневая система не подмерзает. Вот. И есть другие. Здесь очень интересные применены механизмы, принципы. То есть больше, чем вот в книгах любых, там, Иванова, вот «Умная теплица», «Вегетарий», там, Курдюмову книги и так далее. Тут еще вот интересная светоотражающая пленка термофольная, но про это я расскажу чуть дальше. Давайте смотреть. Смотрите, ни одной почки еще, да? Вот тут мы видим, уже прошло неделя, на глазах растут. Прошло три недели. Посмотрите, уже инжир. Кстати, вот это в ящике гингобелоба двухлетняя. Нет, извините, это уже третий год она растет. Вот здесь третий год, где-то примерно 70 сантиметров высотой. Так, теперь смотрите, а вот это, значит, посадили тут перчики. Обратите внимание, да, с передней стороны, сзади как раз, к задней стенке, где самая большая высота. И это логично. Крупные деревья, это могут быть, конечно, крупные томаты. Можно их совмещать с перцами. Внизу, вот где здесь самая небольшая высота, низкорослые, чтобы света везде хватало. Просто зональность соблюсти. Теперь, дальше. Вот это еще прошло полторы недели. Обратите внимание, гингобелоба уже просто обратилась в зеленый шар. Инжир как растет. А вот это прошло от момента набухания почек. Посмотрите вот сюда. Это прошло уже всего два месяца. Огромное количество новых, вот молодых, видите, не темный цвет ветвей, стеблей, а вот такие зеленые, молодые, сочные. Значит, примерно я считал до 50, ну 50, 60, 70 новых ветвей образуются каждый год. Вот в такой, мы подрезаем, потому что просто невозможно даже проходить. Вот я вам сейчас с другой стороны это покажу тоже. Вот обратите внимание, и гингобелоба как разрослась, и тут уже пройти, протиснуться, просто, ну, трудно. Ветки приходится с этой стороны обрезать. А знаете, почему у меня даже, вот, казалось бы, темная сторона, да, но ближняя к стене дома? Почему здесь у меня прекрасно растения растут? И тянутся не только к свету, вот в сторону, да, противоположную вверх, что, разумеется, тоже так есть. А почему и сюда? А очень просто. Вот я вам сейчас покажу следующий кадр и поясню. Вот здесь у нас уже, вы видите, такие, ну, это, конечно, мы перестарались, просто другой джутовой веревки не было, это уже такие 8-миллиметровые канаты, которым просто подвязали перцы, видите, они уже плодоносят. Вот это низкорослые, там томаты где-то проглядываются, но это неважно. Важно другое. Почему в эту сторону к стене, хотя тут темно, казалось бы, должно быть, так хорошо растения тянутся, и листья, обратите внимание, вырастают такими же крупными, как и с стороны вот этой южной, а это как раз южная сторона теплицы, вот эта у нас, соответственно, к стене север. Почему? Очень просто. Вот я вам дам сейчас бесценную, например, одну из рекомендаций. Вот я в свое время думал, ну, солнечный свет попадает на растения, но ведь попадает и на стену часть, и зазря пропадает, как бы стена поглощает тепловые лучи, ну и, соответственно, отражения это нет. А если туда зеркала какие-то повесить, ну, зеркала можно разбить. А если туда из нержавеющей стали зеркальную сталь, ну, можно, очень дорого, да и поцарапать можно, будешь жалеть потом, так сказать, трястись. И я подумал, аж какой аналог возможен. Тем более, какой есть минус не только, что в 30-40 раз зеркальная сталь, а то и в 100 дороже, чем вот этот материал, а я сейчас поясню, что это. А ведь помните, как у нас угол падения равен углу отражения? Угол света, солнце падает на определенный градус, и он отражается в противоположную сторону на этот же угол. Но, значит, соответственно, у нас в единую точку освещается только часть маленького растения. А это у нас как шагреневая кожа. Это 5-миллиметровый термофол, который с одной стороны имеет липучку. Можно такой заказать, его делают. Я вот работаю с фирмами, которые производят, и мне делают любой. Причем рулон, сразу вам скажу, 5-миллиметровый термофол, с одной стороны липучка, с другой фольга, вот этот фольгированный слой, ну, стоит где-то, а рулон, так, метр в высоту, метр погонный, и погонных 25 метров, то есть 25 квадратов. Так вот, он стоит где-то полторы тысячи рублей. Ну, просто, согласитесь, смешно. Вот пятый год ни одного изъяна, ну, я считаю, это просто великолепно, наклеивается на просто достаточно отштукатуренную стену поверхность, либо смотря, какая поверхность у вас из какого материала сделана, однако, вот посмотрите, а там же шагрень и солнечные лучи падают, и они отражаются во все стороны равномерно примерно. Вот какая прелесть. Поэтому растения именно тянутся и в эту сторону, ведь часть света, процентов 60-70, все равно лучи проникают на стенку, но они уже отражаются, отсвечивают со стороны вот этой северной, уже в сторону юга, да? Вот так вот. Это тоже дополнительный прием. Вообще, я вам скажу так, вот кто, конечно, у меня, наверное, будут еще проходить занятия в этом году, семинары практические, кто не был, кто хочет узнать, ну, во много раз больше хитрых приемов, нюансов, которые вам помогут сэкономить, ну, колоссальное количество денег и времени, и средств. Вы знаете, ну, я огромное и время, и средства потратил, потому что я такой человек неспокойный душой, так сказать, угомониться не могу, я все время что-то... Вот приходит мне понимание какое-то в голову, и я ее воплощаю быстро. Поэтому за долгие годы я воплотил и проэкспериментировал, там, не знаю, уже не сотни, а тысячи разных опытов, так сказать, поставил. Вот в частности, например, с очень интересной пропиткой вот этих стропил. Они будут вечные, просто они вот темнеют, некрасивые, потому что мухи прилипают. А почему? А я объясню. Потому что это смесь живичного скипидара с льняной олифой, льняной натуральной. 7 или 8 даже, не помню уже, слоев обработки. И я в конце, когда расскажу вам в конце сегодняшней встречи о пропитках, кое-что, об этом обязательно расскажу. А если не скажу, вы мне потом напомните в вопросах ваших. Так, вот. Ну, в общем, ладно. Теперь идем мы с вами дальше. Вот буквально еще пару слов, хотя это напрямую не относится к зимним садам, к нашим и к теплицам, но тем не менее скажу. Пару слов. Почва, солома, щепа. Вот я назвал это плодородие теплицы. Да, какая бы теплица ни была, нам важна что в ней, хорошая еще почва. Там много параметров важных, но почва – это почва основа снов. Вот здесь, конечно, показана плодороднейшая почва, которая привезена, а это в том году был к 1 мая. Ну, в общем, в начале мая был у меня семинар трехдневный, прямо на месте, вот здесь вот это картышино. И буквально рядом там, вот с этого, так назовем это болоце, ну, это не болоце, так сказать, там гниющих процессов нет, но тем не менее вот этот сапропель плодородный сюда возили. Потом это будет окаймовано грядками, между рядья, все. Тут будет выращиваться лук и прочее. Здесь вот специально широкая 4 метра такая полоса, чтобы и на телегах, и трактор, и как угодно мог проехать. Ну, собственно, трактор мы тоже стараемся, вот как кольстер, у него принцип использовать один раз, и мы. То есть на тракторе были привезены вот эта земля, скинута, разровнял ковшом трактор, а дальше уже люди лопатами, ну, понятно, тут ведь деревянные такие вот обрамления грядок будут, и вот. А вот это у нас 30 метров в длину, вот это вот зимний сад. Ну, поликарбонат, вот вы видите, стык стоек и стропильные части, а сами листы подходят под кровлю здания. Вот мы тут видим 30 буквально сантиметров вот здесь есть, чтобы лист к зданию упирается, ну и, соответственно, а снег очень удачно скатывается, и вот здесь, конечно, образует, ну, знаете, огромные кучи. Вот представьте, высота, с учетом, что тут так, брус, на ней 150 ставка, еще сверху 150, если на ребро поставить доску, ну, под 2 метра. Вот и понижение рельефа вот здесь вот все-таки сюда идет. Да, 2 метра, если провести, и вот прямую здесь отвес точно есть. Ну, и вот вы увидите, что все 2 метра снегом бывают завалены. Ладно, смотрим дальше. Вот, собственно, эти гряды. Кстати, у меня на участке есть еще колодец, но вода еще с родников подведена, с ручьев, там метров 200 линия тянется. Соответственно, у меня есть разные источники здесь воды. Конечно, тут можно ставить, нагревать бочки с водой, так сказать, хотя я не люблю использовать пластик. Ну, у меня много аквариумов из оргстекла, я их использую. А вообще можно сделать пруд. Пруд нагревается быстро. Вода там уже не мертвая, холодная, живая, все-таки там попадает туда пыль, пыльца, так сказать, листья, там быстро развиваются водные растения. И, конечно, это уже, так сказать, органически насыщенная, полезная вода. И теплая, к тому же. Ей и надо поливать через префильтр специальный, чтобы не забилась линия и насос высокого давления, если он будет как насосной станцией стоять на полив. Я про полив, конечно, могу рассказать, если у нас будет время. Но вообще я подробно про это тоже рассказываю на своих занятиях. Ведь я в свое время у меня, я занимался очень профессионально лет 15 серьезными автоматическими поливочными системами, типа Rainbure, Nelson и так далее. И поскольку я сотрудничал с фирмами, которые сажали сады, ну, в таких серьезных местах на очень большие деньги, и, конечно, они, собственно говоря, боялись, и там необходимым условием было делать правильный, качественный, очень качественный, система автоматического полива. Вот. Они есть, конечно, очень дорогие, а есть очень дешевые. Сделать, сэкономить можно, вы знаете, на вот таких примерах, как я вам привел пример насчет термофола, найти технические решения можно всегда, чтобы они были, как говорится, дешевые сердицы. Действительно, это бывает иногда, можно такого добиться. Безусловно, можно. Так, ну, хорошо. Значит, идем немножко дальше. Значит, вот я хотел показать... А, да. Ну, я сейчас с другой стороны это покажу. Тут уже вот кадры, то есть стало больше, вы видите, грядок. А вот следующий кадр, обратите внимание, это вид с другой стороны. Я вот с этой точки снимал, а сейчас противоположный. Вот тут виден большой дом, вот этот вот, скажем, ну, назовем его хозяйский. Вот этот дом как раз, где зимний сад со всех сторон, ну, назовем его домом техническим. Там лекционный зал на 100 метров, большой лекционный зал, кстати, я вам покажу на кадрах, и вы поймете, что вот как зимний сад уже изнутри, как бы, с вида из комнаты выглядит. А вот это лежат осиновые и ольховые, такая, знаете, не веточки, которые можно вот такие маленькие через садовый измельчитель пустить, а у меня был куплен огромный отвал отбора мощности трактора Беларусь МТЗ-82-1 работающий. Ну, он еще работал от 30-киловаттного электродвигателя. Так вот, туда прям стволы загоняешь, и он выбрасывает щепу. А щепа что такое? Это прекраснейший, как и солома, органический материал для мульчирования, во-первых, сверху, чтобы почва не подсушивалась слишком, да, во-вторых, для перегнивания, потому что это можно компостировать и, собственно говоря, поливая тем же Байкалом-Востоком, ну, плюс заведя культуру червя нормального, хотя можно ждать, червь сам придет, тот, который есть на участках, но очень хороший, например, под Ковровом в свое время вывели червь-старатель, которого можно культуру завести. Единственное, тут надо опасаться всяких бурозубок, землероек, кротов, которые едят именно черви. Поэтому как раз будут охотиться за ними. Но против них есть оружие хорошее. Это чернокорень, так называемое растение. Если его посадить, вот представьте, вот грядки у нас есть, вот так вот по периметру, через метра полтора-два, кустики вот так вот прям сделать, клеть, клетку такую, то никакая мышь туда на участок не пойдет, и морковка ваша, и бобы, и горох, все будет в целости и сохранности. Вот такой экологический способ, и убивать никого не надо. Еще раз хочу сказать, в природе есть все. Просто нужно знать хорошо биологию, обладать, так сказать, такой, ну, багажом знаний приличным, в технике, физике, в химии, во всем разбираться. Ну, и тогда будет понятно. Поэтому, собственно, я думаю, что мои как раз лекции, в том числе сегодняшний вебинар, вам будет очень кстати, полезен, ну, я на это, по крайней мере, надеюсь. Так, идем с вами дальше. Следующий кадр, вот обратите внимание, ну, просто тут видно более, так сказать, вот эту длину, и то всю я не могу в кадр даже захватить. Секция «Каждый метр». И, кстати, вот эти белые, такой, отражающиеся такие полосочки, это как раз термофол, который под поликарбонатом находится, и листы поликарбоната прижимаются к деревянным стойкам, балкам и стропилам через вот этот термофол. Что мы этим достигаем? Мы достигаем идеальную теплоизоляцию. У нас нет мостиков холода. Если бы я покупал этот поликарбонат и использовал заводские, как кто-то подумает, скажет, ну, из вас не знаем, но большинство людей скажет, но ведь там же все продумано. Да чушь все это собачье. Продумано там только так, чтобы совместить в себе наиболее меньшие затраты для фирмы с максимальным усреднением, чтобы, так сказать, это как конструктор собиралось, но в ущерб чему-то. А в ущерб чему? Ну, представьте, на металлических балках будут собираться листы. Я вам потом схему, кстати, покажу. Ну, так там мостик холода сумасшедший. А представьте, сотни же погонных метров, ну, на больших площадях будут таких швов. И какая будет теплопотеря? Колоссальная будет теплопотеря. Я вам скажу так. Вот благодаря тому, если мы исключим точки вот эти мостики холода, мы можем в десятки раз сэкономить тепло. В десятки. Потому что, вот, например, в моем случае, в моем вот здесь, у меня поликарбонат здесь вообще 32 миллиметра. То есть по нему вот ходят, вы увидите там кадр зимой, какая толщина, и если не было бы мостиков холода, ну, вы считаете, монолит, да, то это приравнивалось бы к полутора метрам кирпичной кладки по теплопроводности. Вот. Поэтому, собственно, это посерьезнее стеклопакеты иного. Так вот, поэтому я вам что хочу сказать, что вот год, который был сделан не совсем так, а потом мы все-таки проложили и распорочками, специальными раскладками деревянными, их сейчас здесь пока не видно, но они будут, вот пойдут вот в этих местах, значит, вот над каждой стоечкой и каждой вот этой стойкой, балкой. Так вот, раскладки, которые прижимают через специальные болты вот эти листы поликарбоната, вот как раз тогда мы достигаем этим эффектом. Там есть, конечно, технические нюансы, подрезы, определенный градус и прочее. Но зато уязвимое место вот это стык, конечно, наклонного листа с вертикальным, но здесь есть тоже технические решения, как все это будет. И вот тогда это просто сказка. Да, плюс к тому вот здесь, конечно, в самой точке, где лист поликарбоната к стене примыкает, должна быть свой технический момент решен, чтобы здесь теплопотерей не было. И, естественно, снизу. Так, хорошо, идем мы с вами дальше. Вот смотрите внутри, что у нас зимнего сада на грядках. Вот мы открываем толстый слой соломы. А помните, в горшочках я вначале показывал, мы эту солому мельчили под 5 мм по сантиметру и посыпали слоем сантиметра в горшочке. Ну, тут, конечно, другое дело. И на грядках в зимнем саду уже здесь у меня сантиметров 20 этой соломы. Причем, представьте, при той температуре, влажности, что в теплице создается, а конденсат на почве, понятно, есть. Тем более нагревается воздух у меня, не пугайтесь, до 60. При этом растения прекрасно себя чувствуют, потому что почва у меня не нагревается выше 30. Вот в этом проблема основная, что температуру высокую в теплице выше, говорит, 40, там не создашь. Правильно? Потому что если сухая почва сверху, то, например, томаты, даже если все остальные условия будут соблюдаться, но почва уже 40, и вода, воды в почве будет достаточно, корневая система просто ее не может усвоить уже. Там есть определенный предел, вот этот норма реакции, предел, в котором может признак существовать, в данном случае вот этот критерий и температурный диапазон. А если мы накрываем соломой, мы эту шубу создаем термос, когда у нас и конденсат влаги, посмотрите, как червей много, у нас там грибки размножаются, которыми почвенные грибки, ими же питаются черви. А грибки разлагают органику, в частности, вот эту солому. И мы за лето три раза подкладываем этой соломой по 15-20 сантиметров. Представляете, сколько в почву поступает органики. Так нам не надо никогда будет менять почву в этой теплице. Хотя, кстати, в этом зимнем саду у меня, ну, будут там кадры, покажу, какой слой. У меня там полтора метра плодородный слой почвы, а внизу осина, ольха, стволы прям лежат. Это мы изначально сделали, лет на 20 там хватит вполне. А потом, взрывы, сверху поступление питательных веществ постоянно идет. Так, хорошо. А вот если вот специально в этой кадочке, в деревянном ящике, которую мы такие же сбивали, вот делали для, знаете, таких деревьев, которые потом пересаживать хотели куда-то. И вот здесь от 3 до миллиметров, до 2 сантиметров, до сантиметра, это вот берется веточки до 4 сантиметров в диаметре, на что способен садовый измельчитель. И вот это измельчали именно садовым измельчителем. Вот тоже хорошее дело. Как раз вот можно использовать, в частности, при перекопке в грядках, перекопке вот в этих грядках теплиц, под осень, например, а потом сверху спокойно сидираты посадить, под осень, к примеру. Да, но если Байкалом-Востоком пролить, можно перекопать и в марте, и в апреле. И прекрасно, так сказать, уже за полтора месяца до посадки рассады будет почва подготовлена. Останется, безусловно, но в полуразложенном виде. Главное, чтобы опилки не хвойные были, альха, альбасина, но не хвойные породы. Тогда проблем не будет со свежей опилкой никогда. Это хвойные должны перепрылить там год, так сказать. Но опять-таки же, если это с Байкалом-Востоком, правильно подготовить вот эти кучи гряды. Конечно, сейчас я это все не расскажу, как правильно. Это очень достаточно долго. Но я это рассказываю даже в своих открытых выступлениях. У меня, например, на моем сайте fraloforganic.ru, вот по органическому земледелию, есть эти ролики, можно посмотреть. Так, теперь буквально еще несколько кадров. Но вот это уже с Пушкинских гор. Кстати, я просто для чего этот кадр вам показал, я нахожусь спиной к домам, жилым, которые сейчас отделываются уже внутри. Вот это шестиметровые длиной доски, в два яруса друг на друга поставленные, грузки с углов, чтобы саморезами скрутить с углов, чтобы не распадался вот этот прямоугольник. И в центре перемычки две, также заподлицо сверху, и саморезы с боков, соответственно, засверлены, чтобы фигура эта, так сказать, когда мы будем сверху землю сыпать, тоже не раздувала. Вот. Между ряде будут заполняться, и вообще все пространство просто щепой. У нас ее будет много, потому что мне с лесопилок, ну и где места заготовок, с делянок, строевой лес, там остаются, ольха остается, осина, из глубинки, так сказать, лесов. Мы проверяем, что это было экологично, далеко от дорог, и нам привозят прямо машинами. И в этой щепорубильной машине мы уже делаем сотни, там, десятки, сотни кубометров, сколько нам надо. И тут будет все вот в щепе. Соответственно, меньше сорняков, соответственно, влажность почвы остается. Во-вторых, почва будет только плодородней, с года в год. Ну и ходить удобно, чтобы слякоти не было, да и косить здесь не нужно будет. Ну, это имеется вокруг грядок. А вот эти железные столбы, это вот сейчас будет строиться огромный зимний сад. Это вот сваи, которые крутятся, потом обрезаются по размеру, и, собственно, вот кадр с другой стороны, вот вы видите, они, такие площадки сверху привариваются. И здесь будет 11 метров, на 21 метр будет такой большой вот зимний сад. Ну, собственно, это очень интересный будет конструктивный, где будет применяться такой объект, где будут применяться интересные технологии инженерные, биологические, прочие, чтобы он был экономичен, чтобы он был с, ну, мизерными теплопотерями, чтобы он был, снабжался теплом, там, зимой легко и быстро. И здесь вношеств очень много. Последний я буквально два месяца назад вот доработал в ВИЛ. Вот это я буду как раз рассказывать на моих ближайших занятиях. Кстати, знаете, практическое занятие мое, я полагаю, уже будет в начале где-нибудь мая, но, может быть, там, не в первых числах, но где-то, может быть, до 10-го числа, значит, конечно, между праздниками, разумеется, вот уже, может быть, даже я смогу принимать гостей, ну, это будет либо вот в Картышино, в Ржевске, Роман-Тверской, либо уже в Псковской области, вот здесь. Потому что очень будет интересно, конечно, я думаю, многим приехать, поучаствовать и посмотреть в живом процессе вот этого инженерного интересного сооружения, вот этого зимнего сада, да. Так, хорошо, теперь давайте я вернусь еще вот к такой фотографии, где вот очень хорошо, да, видно блестящий термофол, это вот зимний сад в Картышино, вот фитоламповедные, которыми были в прошлые годы сделаны досветки зимой, тут эксперименты у меня прошли полностью зимнего функционирования данного зимнего сада, вот, растут здесь у нас некоторые виды хурмы, другие растения, ну и, конечно, инжира, правда, они вот туда, ближе к северной части, теплицы. А вот я вам сейчас покажу несколько интересных кадров с разных времен года, просто посмотрите, что в этих теплицах выращивалось. Вот сотовый такой противоударный телефон, ну просто размер, вы видите, сантиметров 12 в диаметре, это бананы, бананы вот маленькие растут, вот уже крупные, но это карликовая форма до полутора метра высотой, это уже зима, тут даже так видно, тут некоторые сгнили, я зимой специально делал, держал на минимуме температуры, причем эти растения я адаптировал специально, кстати, вот этот ствол гуаявы, просто не видно, листвы она выше, где-то до плюс 6 довел почти все тропические растения, чтобы они держали плюс 6, плюс 8. Вот летом, посмотри, какой сочный банан, да, сразу видно, какая вот зелень молодая, каждый новый лист идет больше другого, такой в толщину растут, ну, что называется, как на дрожжах. Вот, так, вот посмотрите еще кадры, это такой вот, уже вот, ну, 15 сантиметров у основания, конечно, в квартире он никогда такой не вырастет, хотя это виды, которые могут, в принципе, расти в квартирах. Вот, кстати, здесь ствол виден папайи, вот он растет за бананом, то есть, ну, такие джунгли банановые, это участок у меня такой, был в середине южной части зимнего сада. А вот здесь, посмотрите, два кадра, где вот телефон, он где-то сантиметров, у меня убран, ну, ну, назовем, ну, давайте так скажем, вот 8 сантиметров в диаметре, вот даже до 10, тут точно есть вот эта папайя, в завязях между листьями, вот стали плоды образовываться, вот вы видите уже здесь, вот, значит, я сейчас еще несколько кадров покажу, там будет видно хорошо, вот, допустим, вот, да, ну, вот видно еще ящики эти стоят, тогда они у меня стояли, значит, вот в этой части северной к стене внешней дона, так, вот там растет все остальное, вот, собственно, эти листья, подсветка видна, вот эти желтые лампы, натриевый рефлакс, так, а вот здесь видно в том же зимнем саду, посмотрите, это вот моя рука, и вот этот лист, жалко, кадр не вместил, но представьте, вот так, да, он 45 сантиметров, это огурец, диаметр 45 сантиметров, самых крупных листьев, сорт Лапландия, это зимой, он вьется, ну, собственно говоря, ляна может идти 6 метров и 8, и вот огурчики маленькие, вот средненькие такие, я вообще люблю вот эти два сорта, вот, Герман и Лапландия, но он вообще морозостойкий, хотя у нас здесь, вот, посмотрите, какое качество листья, да, даже при таком размере, они зеленые, насыщенный цвет, это вот что значит хорошая почва, климатические условия, правильный, очень простой уход, ну, там практически ухода-то и нет, когда такие делаются, делаются по уму, а вот вы видите, даже у нас вот есть ляны тропические, некоторые дающие, вот такие интересные плоды, были такие у меня эксперименты, разные виды растений, очень много тропических, я в свое время коллекцию собирал, кстати, у меня будет один зимесат, именно по цитрусовым, и не только, я, конечно, совмещаю, я очень грамотно распределяю зональность растений, и вы знаете, в одной теплице можно, ну, вот практически что угодно добиться, некоторые считают, что, например, там томаты с огурцами нельзя, да, у них условия разные, они любят сухость воздуха, томаты, перцы, баклажаны, а влажность воздуха при высоких температурах любят лианы, в том числе вот огурцы, но тем не менее можно, потому что если есть упущение или, скажем, несоблюдение идеальных технологий в чем-то, но, например, там, в температуре воздуха или во влажности, но зато идеальная почва, плодородная, так сказать, здоровая почва, без нематод, без червей, потому что там мекоризы, грибы почвенные, да, разрослись хорошо, там, и так далее, и так далее, то, конечно, природа прощает многое, вот когда уже, это как со здоровьем человека, но когда накладывается несколько проблем вместе, каких-то, которых мы не понимаем, врачи не понимают, да, или агрономы не понимают, они тоже все не могут понять, то вот тогда возникают проблемы видимые, то есть переходящие, растения поражаются вирусными заболеваниями, там, бактериальными, грибковыми, вот, ну, это все то же самое, аналогии уместные, ну, давайте посмотрим грядки, вот это зима, вот мы под зиму воткнули лук, который вырос репка, чтобы зеленый лук пошел, был всю зиму, ну, вот петрушка тут растет, там есть другие посадки, любисток, ну, давайте вот посмотрим, вот летом, тут соломы мы не убрали, почему, потому что сюда посадили потом салат, еще другие растения, ну, опять-таки, они тоже закрывают, как почву покровными, назовем их так условно, потому что действительно почвы голые уже не видно, вся зеленая, то растения тоже, почвы, конечно, не пересыхают, верхний слой, ну, а здесь острые перцы, вот эти астраханские острые перцы, а вот перцы других сортов, я их, вот видно, солома, все, вот они некоторые до полукилограмма дорастают, например, клаудия, такой сорт, так, вот, допустим, смотрите, карликовые, ну, как карликовые, до 60 сантиметров высотой перцы, они усыпаны вот плодами, ну, в общем, значит, это как раз в узкой части, невысокой теплицы на переднем плане, вот, допустим, тоже мой эксперимент, разные виды других перцев, ну, вообще их сотни видов перепробовал, так, теперь давайте посмотрим, значит, ну, еще вот, скажем, опять-таки, вот видно, сколько огурцов в завязке, и в стадии уже плодношения, но это, правда, в теплице, уличной, мы скоро дойдем как раз до теплиц, вот обратите внимание, армированный полиэтилен, поперечные балочки, это у нас теплицы, это сорта длинные, которые салатные, ну, собственно, они долго не лежат, быстро мякнут, я, в принципе, их не люблю, а люблю вот такого плана корнюшонного, они вкусные в салаты, и, собственно говоря, хранятся лучше, ну, вот это та же моя любимая лапландия, ну, прекрасно выглядит, хотя, конечно, я пробовал несколько десятков видов разных огурцов, если тоже не сотни, от каких-нибудь старых, там, уромских сортов, там, владимирских, суздальских, и до, так сказать, любой селекции, вот, я каждый год пробую новые, безусловно, я не останавливаюсь, надо анализировать, фиксировать, что понравилось, на каких почвах, в каких теплицах, что лучше растет, так, ну, вот, допустим, видно, опять-таки, моя левая рука, вот здесь показано, я снимаю, фотографирую, в общем-то, все сам, вот, поэтому кадры все мои, так, ну, ладно, бог с ними, с огурцами, хотя, конечно, приятно на это смотреть, вот тут в теплице разные сорта, вот вы видите, на одном кадре и лапландия, и вот другие длинные, уже не помню, какой это сорт, ну, а вот томаты, вот здесь вот как раз показано, тут уже период, когда мы убрали, солома была, она сгнила, часть осталась, видите, как почва стала, значит, уже сохнуть, но это в самом конце, когда уже осень, и тут уже урожай новый, мы все обрезали точки роста, обрезали новые поросли, ну, иначе все равно не вызреть, а только сила пойдет на цветы, все надо убирать, и чтобы созрели, вот окончательно стали, вы видите, они розовеют, постепенно краснеют на кустах, тут уже можно, потому что тут уже температуры не такие высокие, вот, а тем более после этого мы сфидраты посадили бы, ну, и зачем убирать двойную работу, солому лишнюю, в конце сезона, в теплицах, я подчеркиваю, не в круглогодичных зимних садах, конечно, можно убирать, вот это остатки, не перегренившей соломы, так, и тем не менее, урожайность, посмотрите, весьма хорошая, а вот мы возвращаемся в зимний сад, вот поликарбонат, видно даже на заднем плане, да, про вертикальные бороздки, а вот тут салаты различные, ну, значит, сидят, это мы, когда уже обрезаем у томатов, например, нижние листья, а их надо обязательно, когда шестой, седьмой, восьмой лист уже пошли, пара листов, то мы нижние, по мере того, как растет новый сверху, обрезаем, это и гигиена, и чтобы они друг с другом не переплетались ни в коем случае, вот это все важно учитывать, ну, тонкостей много, сотни нюансов, но они простые, если правильно выполнять, проблем никогда не будет с растениями, но об этом, конечно, я уже говорю на своих вот этих вот семинарах, практических занятиях, так, а вот мы видим в теплице, собственно говоря, вот видно стойки сотый брус, перемычки, а что мы здесь видим, огурцы, перцы внизу, ну, и, собственно, вот тоже различные перцы, некоторые вот по высоте, и, кстати, огурцы уже за два метра перешагнули, это, значит, середина лета, вот эти перцы привезли позже, просто посадили маленькими, опять-таки, южная сторона, вот юг солнца вот сюда светит, ну, поэтому надо все-таки тоже учитывать, хотя вы знаете, вот несмотря на то, что вот такие огурцы заросли, а вот тут, с этой стороны, там перцы сидят, все-таки хватает солнца, ведь оно всходит, понятно, на востоке, на запад, идет садится, проходит круг, тем более, в общем-то, от объектов строения, эта теплица специально отнесена далеко, чтобы солнце, значит, не затеняло объектами, да, значит, участки теплицы, поэтому, в принципе, все растает даже, не соблюдая правила, что именно с южной стороны низкорослые, хотя это, конечно, было бы лучше. Так, значит, смотрим дальше, а вот этот камер специально показывает кто-то, даже помнит из наших гостей, вот это находится у меня, это вообще-то вот под Зеленоградом, где я живу, своей семьей, там на третьем этаже, у нас были такие вот эти каточки деревянные, которые мы несколько привезли, именно только растет, вот я вам скажу эти огурцы, что моя жена вот здесь в руке собирает, это не из этих малюсеньких горшочков, это там, а вот большие деревянные ящики, 60 на 60 на 50, кстати, вон огурчик висит, смотрите какой, вот, и вот оттуда это все растет лампами, во-первых, у меня факроды, мансардные окна здесь, по три штуки с каждой стороны, комнаты, зала, и вот еще торцевое окно, но здесь у меня лампа досветка, вы видите, и вот прекрасно растут такие же огурчики, почву привезли, и вот очень много их было, ну и были такие эксперименты, то есть можно ли в доме, вот что мы привозим с наших постоянно грядок, да все что угодно, собственно, это просто на выбор, ну так фото попалось на глаза, вот и прислал, так сказать, положил в презентацию, вот давайте посмотрим, зимний сад теплицы, с другой стороны, с торца, со стороны гаража, вот она на бетонных столбах, здесь подсыпка идет, подпорные стенки, ну так по рельефу получилось, ведь он же должен быть уровень единый, вот это, скажем, одна сторона, торец здания, но с другой стороны такая же, самая часть теплицы, противоположная, там ноль, здесь она вышла выше сантиметров на 70, участка, потому что наклон идет в эту сторону, ну, нам же уровень надо было сделать, но ничего страшного, здесь подсыпали, а длинная сторона вот там, с южной части, так, теперь, с других сторон, посмотрим, вот со стороны въезда, собственно, до этого съемка была, вот левее точка, метров на 30, вот это длинная сторона зимнего сада, и вот мы видим примыкание к стенам дома, это как букву Г мы видим, понятно, мы ее одновременно с трех сторон не увидим, но представьте, вот с той длинной стороны, то же самое, что и слева, так, а вот зима, ну, уже такая, так, сейчас, извиняюсь, уже поздняя, уже тает, а вот кадр, где зима такая, существенная, и вот до двух метров сугробы бывают, и вот на крыше, значит, бывает снег, он скатывается, но когда его слишком много, ее, знаете, плюс на минус постоянно скачет, он же прилипает, ну, вот тогда один раз мы все-таки испугались, первую зиму, и с этого поликарбоната стали снег счищать, вот тут человек, работник счищает, но представьте, что было до 50-60 сантиметров, на плюс-минус, он как лед, но это тяжесть какая, и тем не менее, теплица была так построена, что мы потом все годы, последующие, никогда уже этого не делали, и это не имело значения, держит конструкция великолепно, а это очень важно, меньше, чем ухода, работы, то, конечно, это лучше, ну, а вот этот зал, собственно, его часть только видна, вот тут много камер, это мы снимали занятия, одно из моих, это, кстати, в инфопродукт номер 4 вошло, три дня была группа людей, три дня, и мы полностью разбирали все, ну, собственно, там не только, там и строительство касались, но главное, это вся аграрная сфера от и до, то есть, просто вот на примере моих строений, сооружений, работы с почвой и так далее, а вот видно, вот те окна смотрят на красный дом торцевые, тут аж восемь окон, просто мы видим только два, это большой длинный зал, и в противоположной стене тоже два окна, которые тоже в зимний сад выходят, собственно говоря, за этой перегородкой находятся там санузлы, котельная дома и так далее, и там тоже окна, которые, собственно, в торцы, еще по одному окну, тоже выходят в зимний сад, в зимний сад. Ну вот, так, а теперь давайте сейчас еще я покажу вот такой кадр изнутри зимнего сада, у самой высокой его приконьковой части, посмотрите, как удобно можно, если нужно, отвернув несколько болтов, при очень жарких, когда лето, мы лист просто спускаем, на полозик он спускается, вот тут образуется щель, ну, какая надо, 5, 10, 15 сантиметров, и воздух горячий, излишки все-таки уходит, но почему я всегда говорю, что лучше использовать теплицу, конструктивно таким образом создавать, а потом использовать, чтобы температуру, все-таки воздух минимум проветривать, а потому что при гниении, если процесс вот разложения вот этого соломы, опилок идет активно, починными микроорганизмами, ну, грибами в том числе, но главное микроорганизмами, и это 80-90% углекислого газа в атмосфере, именно не черви, а микроорганизмы, и вот тогда у нас, что происходит? Это накопление углерода, углекислого газа внутри, в процессе фотосинтеза, когда образуются вот эти органические вещества на свету, в хлоропластах растения, благодаря хлорофиллу, пигменту, да, усваивается фотон солнечного света, и преобразуется в энергию химических связей, то есть в органические сложные соединения, белки, жира, углеводы, жирные кислоты и прочее, благодаря чему? Во-первых, самому свету, во-вторых, благодаря воде, которая с корневой системы поднимается, и растворенные в воде минералы участвуют в образовании органических веществ, ну, разумеется, все это микро-макроэлементы, они могут быть доступны, если в почве симбиотические отношения корневой системы растений с теми или иными видами грибов почвенных, и это очень важно, засеять максимальное количество штампов разных микрогрибниц, видов грибов, чтобы прижились с одними растениями одни группы, прижились с другими другие, и образуют вот эти сложные связи, при которых, конечно, КПД темпа роста будет выше, потому что будет активнее взаимодействие, и, значит, соответственно, те вещества, которые так бы не поступили, поступят в достаточном количестве, как геномом природы заложено в растении. Теперь по максимуму, мы просто не используем на максимум, поэтому у меня такие уникальные темпы роста. Вот у меня инжиры, например, ветки с нуля, которые в мае появились, до осени до трех метров вырастают, и мы их подрезаем. Новые ветки, то есть темп роста до трех метров в год. Лимоны цитрусовые до полутора, даже рекорд был метр восемьдесят за год. Вы представляете, что это такое? Многих метр восемьдесят это лет десять растут, ну, в комнате я имею в виду. Так, теперь смотрите. Значит, что еще тут я скажу? Да, про фотосинтез. Так вот, и углерод, углекислый газ, это основной строительный элемент. Посмотрите любой сложный, ну, как-нибудь углевод, возьмите жир, молекулу, посмотрите, там что атомы? Атомы углерода, водорода, кислорода, и все в разных комбинациях и последовательных соединений. А белок еще азот. Ну, и плюс остатки, окончания, когда подцепляются, там, фосфор или сер или еще что-нибудь. Вот, это уже понятно. И тогда что получается у нас? Чем больше углекислого газа будет внутри зимнего сада или теплицы, тем темп роста будет выше растений, скорость и биомасса больше, и плодов, и самые вегетативные части. Вот такая вот штука. А для этого проветривать не надо. Мы же проветриваем, чтобы не сжечь, а для этого надо использовать как раз умную систему циркуляции воздуха. Ну, например, когда я говорил, помните про охлаждение? Так вот, это я буду касаться на своих занятиях. Если кто захочет присутствовать на будущих, можете у меня записаться, будете смотреть. Мы сегодня тоже дадим в конце кое-какую информацию, что у меня когда будет. Но пока просто вот общую информацию. Обратите внимание, тут еще фотография сделана, когда она прям блестит, да, красиво. Так, кстати, вот эти балки, как лакированы. Это не лак. И это смесь как раз живичного скипидара, натурального с льняной, натуральной олифой. Это плюсы и минусы. Плюсы большие, скажу, но чуть позже, в самом конце. И минусы скажу. Так, а вот теперь такой кадр с низкой вот этой условной части. Вот посмотрите, какое, ну, джунгли, да, просто джунгли. Даже такой мутноватый кадр за счет того, что, ну, влажность просто достаточно высокая. Ну, вот как все растет, вот листья папайи, там, прочие растения, плоды, бананы вот спереди. Ну, а теперь давайте, дорогие друзья, перейдем к чему. Сейчас я вам покажу теплицу классическую, покупную. Я ведь, конечно, экспериментировал с покупными, но пришел к тому, что все-таки теплицу стали, мы стали делать сами. Я вам объясню почему. Ну, давайте так. Вот сейчас я вам сначала покажу, что. Я вам покажу, одну секундочку, сначала. Вот теплицы, про них сейчас расскажу. Мы вернемся к этому кадру, но я вам покажу, что дальше будет. Вот я вам покажу, расчерчу из дерева вот чертеж мой, который я специально приготовил для вас. Осметирование, сравнение, анализ. Чем покрывать, какие крепежные элементы. А сейчас я, ну, еще покажу вот с поликарбонатом. Работа, кое-что из моей, из такой брошюры, ошибки и так далее. И давайте вернемся к теплице. Что перед вами сейчас находится? Это теплица, ну, например, фирма Воля. Ну, просто для примера, она, так сказать, вот у нас тут под Митином тоже их один филиал. У них где-то в Дмитровском там районе предприятия. Они уже больше 20 лет работают. Ну, я брал у них оптом, брал как дилер стал. Вот я прям теплица. Причем усиленный. Там такая нагрузка, что такой никогда не будет. Тем более вот такой шлем, как у Витязи, да, форма. Ну, собственно, снег, ну, просто падает моментально. Естественно, как любая фирма, у них конкуренция, понятно. Они делают много разных типов. Эконом-вариант, средний и прочее. Это, скажем, такой неэконом-вариант, это оцинковка, это не алюминий, мощная, с огромными нагрузками, с дополнительными профилями. Я это просто взял, чтобы раз и навсегда. Ну, я просто всегда так привык. Какой я брал размер? А я брал размер такой, чтобы он под мое основание подошел. Ведь фирма-то, основание, ну, они, конечно, есть такие услуги, есть бригады, но все это дополнительно денежки, да, понятно, что основание бетонное предполагают или еще что-то. Или, по крайней мере, даже если деревянный брус, то он ставится на какое-то бетонное основание. А посмотрите, как у меня здесь вопрос решился. Я вам сейчас дам уникальную подсказку. Собственно, ну, знаете, она настолько гениальна и проста, что, собственно, действительно удивительно, почему люди до этого сами не додумываются. Ну, вот берем 6-метровый брус. Ну, в данном случае их два яруса брусьев, но это, опять-таки, из-за того, что я хотел прикопать, сделать более теплый. Потому что почва тоже какой-никакой, но теплоизолятор. Что мы сделали? Вот представьте, брус у нас имеет, там, ну, 6-10 его обычно обрезают на лесопилках. Бывает побольше. У меня был такой вот 6-15. В общем, что мы из него сделали? А есть у них модель, она длиной как раз 6-15. И вот она шириной 2,60. Жаль, что трех нет, неэкономично, да? Почему неэкономично? Брус-то ведь 6 метров, ну, условно. Здесь можно было бы 3, распилив один 6-метровый пополам метра. И в таком случае у нас в один ярус пошло бы раз брус, с другой стороны два такой же брус, а вот этот по 3 метра. Это половина бруса, с этой стороны половина стой, значит, третий. Три бруса и, что называется, все. Ну, в моем случае не три, а шесть, потому что просто в два слоя. Я поясню, почему так. Потому что если с этой стороны уже накрыть поликарбонатом, все, вот как-то оттеплится, следует вторая и третья там накрыто, да? Вот с этой точки домкратом, если ее поднять просто на полметра высоту, на метр, нигде не треснет, не шелохнется поликарбонат. Потому что такая фигура при высоте 300 миллиметров, 30 сантиметров, два бруса, скрепленные болтами друг с другом, да, анкерами, анкерными болтами, они, ну, скажем, тут можно еще колокол повесить там многопудовый. То есть, вот, собственно говоря, но, кто-то скажет, ну, дерево недолговечное, но я скажу, ну, лет на 70 хватит. Почему? Ну, очень просто. Потому что мы даже достаточно пропитать просто битумом, либо смолой, ну, смолой просто дороже, и, пожалуйста, смолой, растопив ее в котле битумом, можно пропитать брусью со всех только сторон. Если идет врезка, вот здесь врезка одного в другой, да, для переплетения торцевой части и длинной части бруса, то тогда промазывается все, чтобы ни одного белой точки дерева нигде не было. А где просверливается пером, то, значит, большой диаметр, ну, сантиметра три, скажем, чтобы вогнать болт ниже шляпку болта, ну, в середину бруса, чтобы он второй своей половиной острый вошел в соседний брус, то мы сверху заливаем эту дырку потом, все, у нас монолит образуется. Каждый слой, если мы делаем из двух слоев, мы просто битумом свежим промазываем и приклеиваем друг к другу брус. Ну, плюс анкера, все, это намертво, навсегда. Такой брус не будет гнить, ну, многие-многие десятилетия, тем более здесь воды-то нет, мы же его не в воду ставим, а мы прям ставим его на поверхности земли, лишь бы участок только ровный был. Но если он даже не ровный, что мы делаем? В одной стороне лопаткой прикопали сколько надо, в другой он там заподлицо практически сверху. А если у нас 300 миллиметров, высота 30, так, пожалуйста, можно и прикопать его на один брус. А сюда сверху землю тоже сделать, накопать, ну, мы потом это так и сделали со всех сторон, тем самым у нас еще и теплоизоляция. Сам брус, вон дома брусовые ставят, да, с теплоизолятором, ну, как теплоизолятор, брус, а представьте, здесь еще почву защищает и внизу. Так можно теплицу использовать почти, ну, не как зимнюю, но почти, смотря сколько топить, конечно. Правда, другой вопрос, что фирмы всегда делают из какого поликарбоната? 4 миллиметра. Ну, по спецзаказу могут из 6 сделать, но это не очень хороший теплоизолятор. Если уж мы говорим с вами о использовании теплицы в течение, ну, даже не зимнего периода, а, скажем, там, до ноября, а потом где-нибудь с марта уже, и нам надо дотапливать ее, пусть она вот отдельно вот так стоит, печка будет внутри, и там это отдельный разговор. Тогда все-таки поликарбонат надо хотя бы использовать, если шестерка, ну, тогда надо просто много топить. Лучше 8, лучше, конечно, 10 миллиметров, но тогда, ну, десятка, она ладно, изогнется еще. Правда, вот тут у конька ее резать надо серьезно, и тут теплоизоляция будет очень плохая. Стыки, конечно, на профилях, пусть оцинкованных вот через специальные там рейки, соединения, это все очень ненадежно, плохо в плане теплоизоляции. Я потом вам поясню вот на этом примере, я вам потом вот прям подробно расскажу. А пока вернемся к этому кадру, значит, с теплицей, вот смотрите, какие тут недостатки у таких теплиц. Преимущество, что вам все привезли готовое, надо смонтировать, хотя сами вы по чертежам тоже, это надо минимум 2 человека, один это просто мастер, раз должен быть, 2 человека надо, все равно это, знаете, с первого раза, ну, в общем, придется повозиться или кому-то заплатить. А сама фирма берет, как правило, от 20 до 30 процентов за монтаж. Ну, собственно говоря, это уже повышает цену, то есть цена-то есть голая, мы это рассмотрим, но плюс берем еще за монтаж, а основания-то тоже нет, вам надо его делать или заказывать, а это порой недешево. Что будет стоить поставить вот эти три бруса, ну, собственно, мы посчитаем с вами. Да вы уже, наверное, поняли, что смешно. А теперь смотрите, вот здесь 2,60, если было бы 3, мы бы 40 сантиметров бруса не выкидали в помойку, а также грядки у нас были бы шире, чем вот этот узенький проход и узенькие грядки. А однако, посмотрите, как сужается при высоте, вот мы возьмем метр. Если мы отклоняемся, вот тут уже мы 30 сантиметров теряем. Если мы возьмем полтора метра, мы теряем 50 сантиметров пространства. Ну, если бы у нас были стойки вертикальные, как вот тут, той на заднем плане, 20-метровая теплица в длину, тут у нас 2-метровые стойки стоят на горизонтальном основании, таком же брусовом. От них идут стропилы наклонные, и у нас мы тут ходим в любой точке, хоть в упор подойдем. Ну, вот человек среднего роста, у нас же 2 метра, плюс обвязочный брус, от него идут косые стропилы. Тут-то вообще больше 3 метров до конька. Ну, собственно, вот это теплица. А теперь я расскажу про пленку или поликарбонат. Тут нюансы. Вот у меня так вот эти теплицы сделаны, а у меня таких несколько, 20-метровых, шириной 3 метра. Вот так они сделаны, что поликарбонатные листы, а напомню, их размер такой, ширина 2,10. А длина изначально 12 метров. Некоторые фирмы просто режут пополам, продают по 6 метров. Но с завода они идут 12. И вот до 10 миллиметров, даже до 12, там они идут замотанные в такие рулоны. Ну, понятно, десятка толстый рулон, шестерочка там тонкий, а четверка вообще тонюсенький. То есть диаметр небольшой. И вес, конечно, соответствующий. Ну, вес там и так, и так смешной, что там говорить. А вот представьте, я тут рассчитал так, что у меня скат вот здесь будет 2 метра, и тут 2 метра. Ширина 2,10 между столбами. Я вот когда захочу, пленку эту уберу, и мы просто за один день можно здесь настелить из поликарбоната. Уже нам, ну, как говорится, теплицу, которой можно там, ну, собственно, пленка, она служит некачественной год. Сейчас корейская, китайская идет. Нашу советую. Есть армированная пленка, минимум 150 микрон толщина, лучше 200. Надо брать в наше отечественную. Вот у меня пленка хорошая была, служила 4 года. 4 года. Это экономично. Это экономично, я вам скажу. Если вот, например, лучше вложить не хватает средств в хороший конструктив, я сейчас вам рассчитаю, чем, так сказать, вот, а потом уже будут средства, пленкой натяните, господи, копейки будет стоить рулон. Он 25 погонных метров, 2 метра высота, да, то есть 50 квадратов стоит, там, ну, на рынках можно сорговавшись, там, нормальный 150 микрон, по 750-850 рублей купить в диапазоне. Ну, это бы смешно, правда. Ну, конечно, сделали, как говорится, за несколько часов натянули, зафиксировали, по дереву это легко, это легко, тем более дерево теплоизолятор, тоже не то, что, значит, железные вот эти вот профиля болтами, которые, конечно, собственно, шайбочки, я вам покажу, что из себя классические, которые фирмы эти делают, круто представляют. Собственно, они долго, кстати, тоже не живут, буквально несколько лет, и все, они крошатся, они трескаются, потому что надежности в них нет, а я вам надежный элемент соединения покажу. Так, вот, теперь думаем дальше. Вот представьте, тут уже понятно, что ширина всего остается там метр наверху, и мы, нагибаясь глубоко, головой можем ударяться. То есть у нас пространство внутри небольшое, при том, что мы его могли бы гораздо лучше экономичнее использовать. Но, ладно, ладно, потом посчитаем и решим. Больше плюсов у самодельной теплицы. Дерево здесь обработано понятно, надежно. Можно, кстати, сначала обработать тем же неамидом зеленым противогниения или сенежекобиву. И не бойтесь, почву оно ничего не выделит уже, потому что, во-первых, впитается бруси. Бруси, конечно, надо обмазывать не там, где почва, где вы будете растить, а где-нибудь там на щебеночной дорожке, где-то в другом месте. Не переносите, как конструктор. Обмазывайте в одном месте, она высохнет, впитает себя, гнить не будет. А потом битумом еще сверху. Все, мы закапсулировали то вещество, которое внутри у нас пропитано. Сама древесина и прекрасно. К тому же, сами грядки к вот этим вот брусьям не будут касаться. Потому что, обратите внимание, как у меня здесь сделано. Одна над другой, также тот же принцип 6 метров. Ну, да, как раз именно 6 точно, потому что у нас здесь 6,15, почти, почти 6 метров. И в два ряда, то есть 30 сантиметров высотой. Ну, тут где-то они у нас примерно по 75-80 сантиметров шириной. А если бы было 3 метра, мы по метру бы могли смело сделать. И еще широкий проход почти в метр. Значит, давайте смотрим. Теперь мы с вами что видим. Вот конструктив. Вот профиля в разрезе. Как бы условно, ну, условно назовем, видим, там, проекцию двухмерную, но с претензией на трехмерность. Теперь, смотрите. Значит, вот поликарбонат поперек. От балки до балки у нас здесь разрез. Кстати, сразу скажу, что между, вот на любом соединительном элементе, будь то вот этот металлический профиль, или деревянный брус, или деревянная доска. Вот здесь у нас должна быть прорезь. То есть два листа между собой плотно соединять нельзя. Примерно сантиметр. Ну, при крепежах их, там, стандартных, тут может быть буквально стоить такая перемычка из нескольких миллиметров. В общем, такой икс-образный профиль, куда втыкаются эти два листа. Потом соединяются специальным вот таким болтом, тоже из оргстекла сделанная поликарбонатная шайба. А потом еще идут такие накладки, чтобы вода сюда не проникала. Ну, и как бы вот здесь, в этом месте, теплоизоляции нет никакой. То есть фактически здесь вот эти несколько миллиметров дают шов. Вот этот самый шов, который ухудшает, и свободно теплый воздух просто проходит и улетучивается в этих местах. Что же я хочу просто акцентировать здесь? Я потом поясню это на других схемах подробнее. Вот ни в коем случае, видите, нельзя закручивать сильно саморез. А вот тут, знаете, неопытный человек может перекрутить, тем более, если он будет не ручным, ну, не трещоткой же будет крутить, а насадкой специальной на шуруповерт, да, допустим, шестигранная головка. Тогда что получается? И мы, если мы и пережмем, то тогда у нас деформируется поликарбонат. Кстати, вы знаете, что он тоже двигается от температурных, вот это, коэффициентов расширения, даже положено. Посмотрите, болт от болта, вот с этим зажимом, с пресс-шайбой, должен быть примерно, в зависимости от толщины поликарбоната, длины листа, других нюансов, примерно в среднем 30 сантиметров. Но и он должен сверлиться, дырка должна быть не в диаметр этого болта, а шире, потому что пресс-шайба еще шире, она прижимает весь диаметр просверливания. Если у вас, например, 4 миллиметра диаметра болта, то как минимум 7-8 должна быть сначала дырка, дрелью, сверлом, надо высверлить в том месте, где в центре потом будет засверлен болт. Почему? Температурный коэффициент расширения, материал будет двигаться, и если вы зафиксируете намерто, у вас поликарбонат волной пойдет, будет издавать такие издалека, во-первых, потрескивания, во-вторых, и быстрее разрушаться, во-вторых, он пойдет волнами, таким как рельефная, знаете, такая неровная поверхность, как волна. Это плохо, это неправильное отношение к материалу и потери, в конечном счете, меньший срок службы. А тут показана вот галочка, мол, правильно, то есть аккуратно прижат. Ну как таким поликарбонатом, то есть извините, пресс-шайбой, которую я вам потом покажу, во-первых, когда камеру включу, а пока я покажу вам ее где, вот на вот этом слайде, давайте сейчас я вам покажу сразу. Вот представьте, вот эти пресс-шайбы разные, они поликарбонатовые, и тут небольшой слой, знаете, такого для амортизации того же аналога термофола, то есть спиненого полиэтилена. Но дело в том, что когда прижимается, вот этот материал, сама шайба, она же, вот эта, видите, вот она, она же из поликарбоната, вот термофол-то вожмется. Вот представьте, здесь лист поликарбоната сойдется с самой шляпкой. Если чуть-чуть крутануть сильнее, она очень плотно войдет в поликарбонат, и двигаться лист под ней уже не будет. А если слабо, то вода сюда прольется и просочится, потому что вот этот термофол не спасет, он очень несерьезная прокладка. Какой выход? А вот выход какой. Есть такой, например, завод полигаль израильский, ну и, собственно, поставляют тут. Вот это слой, видите, вот шестигранная головка, болт, вот металлическая, значит, оцинкованная пластинка, который, а тут маленькая резиновая такая пластинка. Это единый такой элемент. И вот болт тут еще своей плоской шляпкой вот эта упирается в резинку, прижимается вот в эту железную такую мисочку, как бы перевернутую конус. Она прижимается к этой резиновой, которая имеет очень, ну, скажем, миллиметров вот здесь 8, я ее потом в руки возьму, вам покажу, где-то до сантиметра вот этот вот слой. И вы, если даже пережали, ну, казалось бы, ну, в разумных пределах, то резина, она как бы гладкая, тем не менее, она очень хорошо прижмется. Вы сами знаете, что такое резина, значит, кто вантусом пользовался, вот в унитазах, знает, что прилипает, как бывает, что и вакуум создается. Вот тоже самое, например. Но лист будет скользить, ходить под ней. Вот это долговечно. Это нельзя перетянуть, испортить лист. Ну, конечно, в разумных все можно испортить, но, так сказать, понимаете, о чем я. Вот, вот, что нужно иметь в виду. А здесь показаны как раз элементы, которые продаются, поставляются поставщиками поликарбоната. Вот где сочетается наклонный лист, например, со стойкой листом. А вот посмотрите между ними, что мы видим. Вот лист вот так вошел, видите, вот он. И вот здесь лист вошел. Вот это место очень уязвимое. Тут же поликарбонат не сотовый, ни воздуха нет. Здесь просто простой материал, который, это не дерево, это не пенофол и так далее. Здесь проходит холод. Вот, это уязвимые места, очень уязвимые. К тому же, если снег будет скатываться, он оборвет вот эти вот торцы. Всегда обрывает, всегда. Нет смысла. А поликарбонат надо брать, просто герметик прозрачный, силиконовый, запаивать вот эти концы. Не надо слушать, о чем там говорят продавцы поликарбоната, что там конденсат должен отводиться. Вот вы в теплую погоду, в сухой день, запаяйте сверху, снизу, и у вас не будет проблем. Ни насекомые не пролезут, ни пыльца не задуют, он зеленеть будет. Водоросли, когда там у вас, знаете, когда попадут споры, а там еще влага будет конденсироваться, когда вы ленточку, вот как они рекомендуют сюда ленточку, значит, липучку с перфорациями сделаете, вы эту ленточку каждый год будете менять. Это в лучшем случае раз в год, потому что она вся будет обрываться снегом. Зачем надо каждый год? Меня вот это страшно раздражает. Можно сделать совершенно по-другому и грамотно. Но вернемся пока вот к этой еще раз в теплице. Здесь, конечно, этими пресс-фитингами, они были в комплекте, дымы просто единственное, что я изменил, своими прижимными шайбами мы сделали, и все прекрасно. Так, теперь давайте смотрим дальше с вами. А вот теперь я вам покажу схему. Теперь особое внимание, вид с торца теплицы, вид сбоку, что у нас тут? 6 метров длиной, значит, вот здесь на нем 2 метра высота стойк, экономичный раскроет? Да, потому что 6-метровый брус на 3 части образует 2 метра. Вот эта часть с верхней, вот это вот, 3 метра, экономична? Ну, конечно, потому что брус 6-метровый пополам, 3 метра. Я считал раскроеку так, чтобы она была максимально экономична, минимум отходов или вообще не было. К тому же расчет был таков, чтобы поликарбонат спокойно не резался в остатке, то есть не выкидывался. А вот судите сами, сейчас мы с вами об этом как раз посмотрим. Обратите внимание, что вот этот нижний вид в разрезе, что мы здесь видим? Мы видим, видите, первая и седьмая секции. Это вот эта первая с торца, ну где дверь, поэтому здесь дверь есть. Входная назовем так. А седьмая секция вот эта, тут дверь выходная, то есть идет дальше. Может, вы захотите 3 поставить рядом таких теплиц. Сразу скажу, что экономичнее поставить 3 таких, чем 1 единую на 18 метров. Почему? Очень просто. Брус 18 метров, представьте, вы будете как состыковывать. Это будет, тогда серьезный фундамент надо делать. А зачем? Вы представляете, какие это затраты? Здесь копеечные. Потому что каждая такая отдельная теплица может между собой немного играть. Она никуда, вот этот конструктив не денется. И вы не увидите разницы между тремя теплицами, стоящими по одной нитке, натянутой вообще никакой по весне. Когда даже если будет какое-то пучение почв, то мы же здесь делаем поверхственный фундамент, неуглубленный. И играя всем массивом, как я говорил, при том, что вот здесь, например, я расчет делал какой? Брус можно заказать, например, сразу. Например, там 200 на 250. Да? Или, например, 150 шириной, как вот здесь у меня рассчитано. Я сейчас к схемке, вот посмотрите, 150 миллиметров на 250, то есть 150, мы говорим сейчас об основании, извините, 150, высота 250. Вот, вот даже написано 250, вот 250 миллиметров, то есть 25 сантиметров. Могут на пилораме выпилить такой? Не могут, просто можете стандартный достать. Сделайте 150 на 150, ну, будет расчет еще экономичнее. Просто я почему делаю такой с запасом, при любых, вот если он будет действительно 150 на 250, то 6-метровая вот такая конструкция, она будет очень крепко стоять. Можете сделать, как я вот вам показывал выше на моем примере, где два бруса, вот еще раз посмотрим, 150 на 150 образуют ширина 150 миллиметров, высота 300 миллиметров. Можно и так. Так, здесь я расчет делал, как вам уже сказал, теперь смотрите, вот у нас есть 6 метров, ширина у нас 3 метра, мы вклиниваем, можно вот здесь как сделать, вот врезку одного, например, торцевой части в длинную, выпилив с длинной стороны паз, сняв из торца, тем самым наложив, как ласточки на хвост, либо другим соединением, как это делают в срубах. Промазывается, как я уже сказал, вся часть, объяснил как. Теперь мы ставим стойки вторым этапом, стойки ставим ровно по 2 метра, их у нас сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, с другой стороны тоже 7, соответственно, с торцов у нас это является вот этой, вы понимаете, стойка, потому что вид с торца, ну допустим, вот как мы здесь, вот скажем, вот нижнюю схему, циферка 1, первая стойка, вот она у нас, это первая стойка, поэтому 7 с той стороны тоже 7, и всего лишь на одну теплицу придется для дверных откосов, у нас 2 бруса, ну либо можно доски сэкономить, хотя уж не такая великая экономия, лучше тоже на 100 брусов сделать стойки. Их всего пойдет, вот здесь 2 метра, 2 метра это 4 метра, и с другой стороны тоже 4 метра погонных. Получается, что у нас брусья все 100 на 100, то есть у нас есть вообще здесь в конструкции 3 типа размера доски и вообще пиломатериалы. Это брус основания, 150 на 250 в данном случае при расчете, сейчас я расчет открою вам. 100 на 100 брус, которые являются стойки, пояс вот этот горизонтальной обвязки, вот он. И у нас являются дверные, соответственно, откосы тоже 100 на 100. И стропила только 4, вот это крайняя, вот это 2 центральных, а для чего такую широкую можно было бы, вполне хватило по нагрузке и 100 на 50, как вот эти остальные 3. А почему такие широкие? А для хорошей, правильной стыковки поликарбонатных листьев наверху и крайне вот это. Теперь давайте посчитаем, что получаются просто сразу первые пункты. Основание брус 150 на 250 на 6 метров считается легко 3 штуки. Я просто беру калькулятор, просто чтобы потом уже не говорить, считается элементарно. 150 миллиметров 250, как мы считаем? 0,15, если мы сразу в кубы умножим на 0,25, умножить на 6, умножить сколько штуков, 3 штуки, мы получаем 0,67 и еще пятерочка на конце, 675 тысячных куба. Вот здесь у меня так и написано. Цена средняя 6500 за куб пиломатериал, это 4400. Брус 100 на 100, мы считаем сколько? 7 плюс 7, помните, да? 2 плюс 2, это куска по 2 метра, потому что у нас высота, вот вы видите, 2 метра, да? Мы считаем так. Плюс балки 4, помните? Соответственно, по... А что такое балки? Вот я вам сейчас покажу. Вот посмотрите сюда. Вот это и есть балка. Мы их, конечно, можем для экономии сделать не на каждом узле, а только спереди, вот на главной стойке, передней, вот этом отсеке секции номер 1. 1 на номер, соответственно, вот этой 3, на номер 5 и на номере 7, через 1. И они у нас в длину сколько? 3 метра. 3. И, соответственно, так и считаем. 4 по 3 метра. 48 погонных метров. Это 0,48 кубических метров, 3,100. Дальше идет у нас брус 100 на 100 на пояс, который на стойках стоит. Пояс обвязки 6 погонных метров умножить на 3. Почему 6 погонных метров? На 3. Вот 6 метров, с другой стороны тоже 6 метров. А вот это 3 метра, с одной стороны и с другой, образует тоже 6 метров. Соответственно, у нас 3 куска идет по 6 метров. Это у нас сколько? 0,18 куба. Это 1200 рублей. Дальше идет брус у нас тоже 100 на 100 на стропилы. Я просто так подробно разделил, ну, чтобы было понятно вам. Вот, кстати, у вас будет возможность этот вебинар потом пересмотреть. Ну, я вам еще потом много интересного расскажу чуть позже. Так вот, смотрите, стропила 8, ну, сразу с двух сторон считаем, по 2 метра скаты. Соответственно, плюс 3 метра погонных, плюс 3 метра погонных. Получается, значит, это на 1 и на 7 стропиле. Вот 22 метра. 0,22 куба. 1400 рублей. И последнее, вот еще мы с доской сейчас посмотрим. Но ведь у нас здесь для экономии на втором секции, на 2, 4 и 6, я решил сюда поставить, например, 100 на высота 100, ну, как-то брус. А ширина уже 50 для экономии. И эти стропилы тоже по 2 метра, скат у нас 2 метра, так. И, соответственно, 3 метра вот туда, да, идет вот эта вот стоечка. Только не первая, а вторая, четвертая, шестая. Что у нас получается? Так, смотрим. Значит, и вот по 2 метра. И 3 балки по 3 метра, да, соответственно. 21 погонный метр. Это 0,1 куб, 700 рублей. Доска 100 на 50. Секция первая, третья. Первая, вторая, третья. Это распорки. Давайте внимательно посмотрим, что такое распорки. На первой секции, значит, только, извините, сейчас посмотрим, я еще посмотрю. Так. Вот смотрите внимательно. Вот на вот этих секциях, не на первой и седьмой. Смотрите. На первой и седьмой нам нужно сделать ведь форточки. И здесь другой портал. Мощная балка, 100 на 100 вот это идет. Мы от нее можем сделать по любой геометрии. Я, к примеру, так. Можно прямо над дверями. Просто здесь раскройка будет немножко другая. Так вот, здесь у нас пойдут запасники. Будет от некоторых брусьев останутся вот такие размеры. Тут меньше метра, но это как раз будет экономично в обрез пойдет. Не пойдет на выкид, сюда. Вместо форточек. Можно еще здесь сверху, я пунктиром сделал, маленькую сделать форточку. Это из досок оставшихся. И будут на петлях открываться. Кстати, как и две. Просто петли в смету вносятся. Портал может быть из доски сделан, но я просто из бруса посчитал. И из доски 100 на 50 плюс две перемычки, чтобы держалось конструктивно. Можно крестики, вот такие кресты для распорки делают иногда. Очень неплохо. И вот ручка, и все, петли. Ну, замочек, пожалуйста, будет створка с одной и с другой стороны. И вот мы делаем раскройку какую? Вот считаем. Здесь у нас полтора метра высота. Это метр и метр при таком габарите, таком размере, как доскат 2 метра, стойка 2 метра. 10 на 10 вот эта еще вставка получается выше. Здесь же у нас реально 2 метра от основания до обвязочного пояса. А уже, соответственно, от верха основания до верха обвязочного пояса 2,10. Как удобно. Посмотрите, лист 2,10. Помните поликарбонаты? Ну, это ладно. Идем с вами дальше. Значит, вот, пожалуйста, мы рассчитываем. Это 0,05 куба 350 рублей. И доски на форточке, там резки пойдут 6-метровых досок. Как раз хватает. Теперь, что такое прижимные рейки 100 на 20 миллиметров? По 3 метра погонных. Их можно купить, но они на рынках продаются. Это 75 будет погонных метров, по 75 рублей, 560 рублей. А объясняю. А вот смотрите. Вот поликарбонатный лист. Мы его накладываем красным цветом. Он здесь виден. Посмотрите. Почему такое смещение есть? А объясняю. Вот капельки показаны. Ведь плохо, когда по теплице течет по всем швам, когда по двери течет. Правда? Тут все-таки не совсем это правильно. Мы можем как рассчитать? Если у нас 6 метров длина теплицы, а лист у нас ширины 2,10. Ну, представьте. Три листа. Без подрезки, чтобы было. 2,10, 2,10, 2,10. Это 6,30. И куда-то эти 30 сантиметров должны выйти. Ну, конечно, за предел теплицы. Но у меня тут, смотрите, что написано. 16,5 сантиметров, а не 15 с каждой стороны. Вот здесь тоже 16,5. А почему? А дело в том, помните, я говорил, что 1,5 сантиметра все-таки в идеале, а на такой широкой, почему здесь как раз брус на стропиле стоит 100 на 100, на таком широком 100 миллиметров основании мы делаем шов 1,5, даже можно 2 сантиметра. И вот тогда между листами здесь вот такое расстояние. Если сразу, скажу, вы будете использовать ее как такой в межсезонье зимний вариант даже, а при толщине поликарбоната в 10 миллиметров, как у меня здесь по расчету, например, зимний вариант прекрасный, то тогда мы можем делать следующее. Вот у нас, представьте, поликарбоната еще нет, но весь конструктив уже готов. Кстати, значит, когда до крепежей дойдем, я объясню, как, что, чем крепить, вернемся обратно. Но вот представьте, готов конструктив, и нам нужно уже поликарбонат накладывать. Так мы берем по два погонных метра, отрезаем. Можно нарезать сразу, в принципе, и на заводе. Смотри, где вы будете брать. Значит, тут уже четко идет раскройка. У нас скат, мы подгадываем, чтобы он был 200 сантиметров. Мы его от конька чуть-чуть отпускаем, то есть не в упор друг к другу сводим, оставляем щель вот здесь, сантиметров три. И спускаем на три сантиметра вот сюда его, чтобы тоже капли от воды, от дождя падали все-таки не по стеклу. Ну, косой дождь, конечно, будет бить, но все-таки обычно и моросящие капли уйдут в сторону. Можно на пять спустить. Тогда что мы этим добиваемся? Добиваемся. Значит, вот здесь только у нас будет с одной стороны в коньке воздух горячий, все-таки излишки чуть-чуть выноситься, но мы можем это регулировать подъемом листьев, можем вообще не трогать тогда. Здесь просто деревянный конек, который мы покроем уже, конечно, лаком со всех сторон. Копеечный деревянный уголок берем, например, 80 миллиметров, трехметровые они, ну, соответственно, нам надо будет чуть больше шести метров, чтобы перекрыть вот это 630 сантиметров. Да? Теперь, вот смотрите, вот на эти стропила, вот тут ширина какая у нас, 10 сантиметров, а вот здесь 5, вот здесь 5, да, вот здесь 10. Мы берем из термофола, помните, я о нем говорил? Можно заказать термофол или купить его на рынках. С одной стороны липучка, вы просто пленочку снимаете, когда отрежете уже полосочки нужные вам длины, и теперь смотрите, вы берете полоски, режете их, допустим, там по скату сколько надо, вот 2 метра, ширина 5 сантиметров, 10, приклеиваете, но уже без фольги. С одной стороны должна быть липучка, а с другой просто белая поверхность вот этого спененного полиэтилена. Тогда к ней прижимая поликарбонат, значит, а потом прижимаете прижимными рейками. Это простые деревянные раскладки, которые продаются там же, где уголки, лентуса, значит, просто плоские. Тоже бывают 10 сантиметров шириной, а можно распустить пополам, будет 5 прижимная планочка. Можно для красоты все 10 оставить сантиметров. И вот они уже через вот эти болты прижимные, посмотрите, ну, я обычно вот такой использую болт шестигранной головкой, он длиной 7 или 8 сантиметров, шириной 6 миллиметров, и, соответственно, заворачивается через этот пресс-фитинг, который куда упирается пресс-фитинг? Уже в прижимную планку. А через прижимную планку упирается как раз между листами поликарбоната. Ни один лист тем самым мы здесь не просверливаем, и нам не нужно дырку большего диаметра высверливать в этих местах. Листы будут спокойно ходить свои миллиметры, микроны, и прекрасно все будет прижиматься. Но сама прижимная планка, та ее часть внутренняя, которая прижимает поликарбонатный лист к стойкам, вы на нее тоже наклеите обратной стороной, ну, соответственно, липучкой к рейке, к обратной стороне, чтобы белой частью вот этого термофола своего она прижималась к поликарбонату. И мы тем самым термофол прижимаем лист поликарбоната, листы, через термофол, как папа-мама. То есть с двух сторон будет у нас пирог такой, листы термофола, прижатые к основе, к деревянным стойкам, с одной стороны, а с другой к прижимной планке, и они у нас спокойно и скользить могут, и изумительная теплоизоляция, и пережать мы никогда не сможем, даже если сильно завернем такие болты. Правда? Так вот, прекрасный вариант. Тепло, ну, вот как есть, как будто цельный монолитный, там, 10, скажем, миллиметров, вот лист поликарбоната. Прекрасно. Теперь, значит, это мы делаем с кровлей. Вот кровлю я советую всем не поскупиться. А сколько сюда пойдет, если вот первый вариант, мы делаем только кровлю. А посудите сами. Вот у нас 2 метра погонных, а ширина, еще раз напоминаю, всегда 2,10. Вот 2,10, 2,10, 2,10. Вот почему 16,5 сантиметра получил. Полтора сантиметра идет сюда плюс, ну, к выносу 15. Вот 16,5 и сюда полтора, тоже 16,5 вынос. Хороший вынос, чтобы дождь не мочил входные двери. Конек просто продлится вот сюда, вот ваш верхний вот этот угол, уголок, который лаком со всех сторон надо будет покрыть просто, ну, раза 3. Яхтовым лаком, либо каким-нибудь полиуретановым хорошим лаком, защитой от ультрафиолета. Все. И он вас не будет гнить, будет красивый, его затонировать можно чем-то. Все. Чем? Теперь смотрите. Вот считаем. 2 метра, 2 метра, 2,6. И с другой стороны 6,12. Вот у нас есть один лист ровно пошел на кровлю. Один лист. Ну, давайте вот просто посмотрим. Сейчас я покажу вам. Значит, вот поликарбонат. Да, 10 миллиметров. Специально сегодня цены новые поднимал. Какие в средние у нас? Сейчас провел 12 на 2 и 10, да? На одну теплицу пойдет 3 листа, если делать ее всю в поликарбонате данного размера. Я сейчас поясню. Но если делать, соответственно, только кровлю, а стены все по периметру натянуть пленкой на первый и второй год. Ну, прекрасно, да? Можно тоже. 7600 рублей средняя цена. Вот. Или, если 3 листа, 22800. Но мы наш расчет дальше посмотрим, что это такое, а все остальное учтем и получим и того, и сравним с тем, что предлагают фирмы. А теперь смотрите, да, при том, что я вам говорю не какую-то хлюпкую непонятную конструкцию, а на долгие десятилетия конструкции. Очень надежные, удобные, внутри геометрические формы, пропорции ровные, высота 2 метра, внутри даже чуть больше. Теперь смотрите. Значит, вот и так, один лист сюда идет, на кровлю. Или, если мы берем стены, считаем 2 метра, 2 метра, 2 метра, с той стороны, это те же самые 12 метров. Еще один лист. Итак, смотрите, лист идет на кровлю, один лист идет на две плоскости, вот вид сбоку. Ну, а вот на торцы, конечно, пошло бы не один лист, сами понимаете, на два торца. Тут всего 3 метра ширина, 2 высота, ну вот здесь, полтора метра в коньке. И угол распила, вот этот треугольник, он обратной стороной своей на другую сторону образует геометрически правильную форму. Вот фактически таким образом. Что у нас получается? Но, я так скажу, сюда, конечно, пойдет не более пол листа, меньше. И вот эти пол листа пошли бы на вторую теплицу, если бы сделали две. Вот тогда на две теплицы вам надо было бы не 6, а 5 листов поликарбоната. И это снижало бы стоимость. То есть, здесь в общей стоимости еще заложено, когда я буду подводить итог, остаток более чем в пол листа еще поликарбоната третьего на торцы. Здесь, конечно, раскройка пойдет. На дверь своя раскройка, на форточке своя раскройка. И каждый лист, например, на форточке, он должен прижимать плотно, не образовывая щели, соответственно, остальную часть. Поэтому вы можете использовать, смотря какая будет форточка, где вместо форточки должны быть стойки деревянные, тоже из доски, например, 100 на 50. Можете в верхней, самую маленькую форточку еще сделать. И можно уже потом автоматический толкатель, который внутри масла налитый, от температуры он расширяется, форточка сама открывается. Можно как угодно, это уже делал вопрос десятый. Вот зеленым цветом, вот красным, видно поликарбонат. А сверху прижимная планка зеленым. И вот эти шайбочки, видно, я специальными точечками изобразил, видите, вот они. Зеленый цвет от прижимная планка. И шайбочки через определенные расстояния, ну, примерно сантиметров через 20-30. Все. Значит, конечно, если вы будете использовать тонкий поликарбонат, 4-6 мм, то его надо будет еще вот здесь прижимать. То есть, через примерно вот эти 85-90 см. Здесь-то у нас достаточно при 10-мм поликарбонате только через одну стропилу, всего в четырех местах, под четырем вертикальным отвесом. Обратите внимание, какой расчет здесь в центральной балке. Между стойками, а каждая стойка, как вы помните, 100 на 100 мм, у нас между центральными, от центрального налево-направо 95 см. Потому что считаем 95 плюс 95, что у нас получается 190 плюс 10 стойка, это 2 метра. Да? 2 метра. И по 5 см у нас на соседние, а они тоже 10 см в ширину и заходят. Это 2-10 как раз лист. И полтора сантиметра шов. Вот. Соответственно, лист вот этот следующий в эту сторону и в эту смещается уже немножечко на полтора сантиметра. Ну, плюс выходит вот по расчетам, у нас же здесь 6 метров, а 3 листа по 2-10, 3-30, по 15 см выйдет в каждую сторону. Плюс немножечко еще выйдет за счет шва. Ну, и все. Вот таким вот образом. Теперь, как же крепить? Давайте посмотрим на крепежи, что для этого пригодится вообще. Ну, нужны саморезы классические. Я только не рекомендую брать черные саморезы, потому что черный саморез будет ржаветь. А вот анодированный, так называемый, вот этот универсальный саморез, желтый такой анодированный, самое то, что нужно. Значит, универсальный строительный саморез называется. Вот эти болты пригодятся не только для того, чтобы фиксировать шайбу, но чуть большего размера, например, 120 или 150 мм в длину болты, уже восьмерочка, пригодятся, чтобы фиксировать балки, соединять друг с другом. Или стойки, посмотрите, вот эти стойки сверху, видите, болт тут изображен у меня как бы вогнут, как будто сверху его прикрутили, вогнали вот в этот обвязочный брус и в стойку. Конечно, вот эти все места, где возможно, нужно скрепить, то есть какой-то торец, вид сверху, с любым элементом тоже соседнего бруса, вот такими болтами. Но нужны будут еще вот такие крепежи. Это называется уголок перфорированный, он бывает усиленный, с ребрами жесткостями, это не обязательно. В какие места мы его и какой ширины применяем, и куда мы ставим. Ну, во-первых, те места, где стойки соединяются с брусом основанием, либо брусом обвязки верхней, вот таким вот образом буквой Г, во всех местах. Допустим, он бывает 100 на 100 мм с выносом по 90, например, такой достаточно будет, то есть по ширине бруса. Можно уже взять, не обязательно такой во всю ширину бруса, можно уже, вполне. Ну, а в тех местах, где вот видите, вот если мы выпиливаем, именно как здесь указано, под угол, то есть ставим высокий вот эту вот стойку 150, ну, я имею в виду в средних частях, в сегменте втором, вот в этом четвертом и шестом, и раскосины, которые будут держать нагрузку, выгибая, ну, делая ровным, естественно, как струна, вот эту доску, чтобы она не деформировалась никуда, то здесь мы можем использовать, вот здесь, в этих узлах и вот здесь, гвоздевые пластины, то есть либо мы с торца закручиваем саморезы и вот можем еще где 90 градусов, там еще можем, конечно, прикрутить те же вот эти вот угловые, вот эти вот самые перфорированные углы, то вот эта называется гвоздевая пластина, она плоская и острые такие у нее, соответственно, шипы. Значит, она продается, как правило, большая, 200 на 300 мм, там еще, ну, мы можем, болгаркой с диском по металлу распилить на полоски буквально по 5 см шириной всего лишь, тут не нужна большая нагрузка, это же не кровельная система кровель домов, и вот здесь вбивать ее, соответственно, сжимая с соседними элементами, так что, ну, где-то вот здесь широкую имеет смысл применить, а вот здесь узкую 5-6 см достаточно, то есть резать ее на куски. Расчет у меня там есть. Давайте посмотрим, что выходит на, ну, собственно, какие еще элементы. Ну, основные мы сказали, давайте посчитаем. Значит, вот болты, шурупы с шестигранной головкой, вот те самые, про которые, вот я вам еще раз покажу их, вот эти, вот эти, сколько надо. Значит, ну, примерно пойдет 350 штук, вот на 70 мм, 6 мм в диаметре. В коробке, если оптом покупать, либо в метизах, есть фирмы, вот я, например, всегда оптом покупаю, 670, извините, 768 штук в коробке, в килограммах там я не могу точно сказать, всего 1200 рублей, ну, раза в 2-3 дешевле, чем на рынках. Пресс-шайбы полигаль серые по 5 рублей можно купить, это всего 350 штук, 1750. Теперь, чем пропитать вот эти стойки, да, казалось бы, дерево, вы спросите. Ну, конечно, я вам скажу, можно не тратиться на пропитки каких-то антисептиков, тем более, что они, как правило, химические, прямое соприкосновение с растениями и почвой я не допускаю. И вам не рекомендую. Глина, хорошая, жирная глина, идеальный вариант. Вы глиной промазываете прям вот не шлифованный вот этот, значит, пиломатериал, который вам привозят брусы, стойки, уже обрезанный только. Сначала, как говорится, 7 раз отмель, один отрежь, раскройку, а потом обработай с каждой стороны. И вот вы обработали, и, соответственно, уже крепите. Глины промазаны, уверяю вас, долгие годы. Вот раз в 3 года не чаще надо будет глиной промазывать, значит, разведенной жидкой до состояния густой сметаны. Это, если сами будете делать бесплатно, ну, только глину откопать, труд ваш только. Но это прекрасный антисептик, экологичный, и даже для постройки домов я уже обрабатываю у себя только специальный. У меня очень плотная жирная глина, почти как гончарная там. И я вот ей обрабатываю. Даже косой дождь, даже сильный дождь, с балок. У меня были такие места, тамбур один был сделан, пристроечка там, ну, в Карташино. И вот 3 года она дождями обмывалась. И вы знаете, дерево ни то что не посерело, ничего с ними не произошло. Оно, конечно, было под кровлей, как бы, но, имеется в виду, доски-то мочились при каждом дожде, и солнце пекло. И вот глиной она была вот этой обработана, а там же ворсинистая часть. Вот глина хорошо вошла между деревом, ворс прекрасно, великолепно. Я вам скажу, это прекрасный антисептик. Теперь дальше смотрим. Значит, ну, мы посчитаем так. Вот термофол, допустим, с липучкой. Вот я вам еще раз говорю, 2 рулона возьмем. Хотя, 2 рулона вам хватит почти на полторы теплицы. Только не 20 метров, тут ошибка. Как правило, в термофоле 25 погонных метров, соответственно, это 50 квадрат... А, извините, 25 и квадратов, потому что он высотой 1 метр, рулон. Бывает пенофол, они другого размера. Названия разные, но технологии, если качественно сделаны, одна и та же. Спененный полиэтилен. Значит, напоминаю, слой тут должен быть без фольги внешне, а внутренне с липучкой. Так, ну, 2500, потому что 1250 рублей, это хорошая цена на такой вот... Ну, считайте, вообще-то, как пленка, правда, по цене? 1250 рублей, ну, это, знаете, это все-таки 5-миллиметровый термофол. Конечно, это просто копеечная стоимость. Если брать, это, ну, знать где, либо уже брать сообща, либо вот на... Если большие стройки вам и так сделают цену хорошую. Так, теперь, кстати, доставка. Плюс возьмем 4 петли. Я уже маленькие расходники сверла бита не беру. Ну, герметик, силикон. И, в общем, это 1500 рублей на теплицу. Значит, далее с вами. Итак, работа, это уже ваша, либо вы будете нанимать кого-то. Но если вы будете даже кого-то нанимать, то фирму-то тоже надо нанимать, которая приедет, конструкцию поставить. Если вы, конечно, не мастер на все руки. Ну, так и в этом случае труд не будет, тогда ничего стоит. Только ваше вот время. Теперь, если полиэтиленом, например, захотите стены, о чем я говорил, на первый год, например, сделать, вы хотите 3 теплицы на все или 10, на все денег не хватает. Конечно, представьте, с 10 теплиц вы можете 20 листов поликарбонат, ну, там чуть меньше, да, значит, не покупать в этом году, а только на кровлю, потому что это логично. Это все-таки сделать, там и материал не должен разрушаться, и с кровлей всегда сложнее полиэтилен снимать, и новый, так сказать, обшивать. Вот, тем не менее, давайте посмотрим. Если мы все сложим, вот то, что мы на первом листе считали, при том, что 3 листа, я подчеркиваю, на сумму 22 800, вот основная сумма, и весь этот пиломатериал, а это, извините, не вот эти вот конструкции, так сказать, оцинковки, это мощное-мощное, причем можно было бы сделать, знаете, из таких реек, как некоторые делают, но первым же ветром, сильным ветром, вот как у нас сейчас под Москвой, говорит, по всей стране практически пошел, ну, просто вырвало бы такую теплицу, сорвало бы, а вот эту никуда она не денется. Так, и теперь мы смотрим дальше. Вот теперь, смотрите, считайте. Конечно, стоимость поликарбоната 4-мм, посмотрите, с листами 210 на 12 метров, да, 3 500 в среднем, это, конечно, копейки. Ну, понятно, 8 мм 6 600, а 10 7 600. Ну, на 1000 дороже за лист, вы знаете, тут не надо экономить, лучше взять в этом случае 10 мм. Теперь, ну, давайте считать, стоимость теплицы воли, о которой я показывал, вот эта, да, теплица, вот эта, оцинкованная, именно эта, стрелка, но не самый прочный вариант, не совсем усиленный, без оснований, я подчеркиваю, которые тут мы просто уже делаем на раз, но с поликарбонатом в 4 мм стоит 34 тысячи рублей, без сборки и доставки. Добавим еще 20-30%, ну, поскольку мы не знаем, какая доставка, какой регион, то мы будем считать 30 с доставкой, как бы, а это уже 45 тысяч рублей, минимально, с доставкой, она обойдется вам. Но она имеет не 3 метра, а 2,60 в основании, высота ее 2,50, а не больше 3, как тут получится. Длина 615, да, но, соответственно, заужение с высотой сильное идет, и внутренняя примерно на 40-45% объем меньше. Теперь, если делать, значит, еще раз говорю, только на крышу поликарбонат, то мы, смотрите, как расчет делаем. Вот у нас так бы получилось 43,760, причем, обратите внимание, это даже дешевле, примерно на полторы-две тысячи, чем готовую заказывать, привезти, так еще, извините меня, основание надо сделать, если ее бетонировать или как, только это вообще выйдет в пол теплицы стоимость, если не больше. Или делать, как я вот сделал, можно, но эта работа тоже работа и тоже материал. А здесь уже у нас получилось 43,760 полностью, только еще пол листа поликарбоната на вторую теплицу пойдет, и еще кое-какой материал. Но, тем не менее, мы вычитаем 2 листа, 15,200. Добавим один рулон армированного полиэтилена, 750 рублей, получаем 29,310. Тут уже, извините меня, на процентов там 35-40 дешевле выйдет. Тогда мы можем количеством, если мы хотим выращивать и использовать ее, так сказать, не одну теплицу, а несколько, тогда экономия существенная получается. А если мы будем все-таки использовать поликарбонат, но 4-миллиметровый, будем использовать как летний, такой плюс-минус там месяц еще, да, такой холодный, когда дотапливать можем, ну, при такой тонком поликарбонате, то стоимость составит 33 тысячи рублей уже всего. Но, причем, я вам еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти 45 тысяч с учетом доставки, сборки, это 4-миллиметровый поликарбонат. Это не 10-миллиметровый, как здесь, да еще пол листа остается. Если так судить и разложить все вот эти за и против качества, высота, объем, то в два раза получается экономичнее вот заплатить 43-700, сделав ее как надо, чем 45 вот это, где надо добавить за фундамент, затыскать, там, ну, допустим, там, значит, объем уменьшенный и так далее. Теперь, значит, смотрите, мы еще здесь не говорили о грядках вот этих, да, но будем считать так. Если у нас она грядка 6 метров, вот доска 6 метров, 6 метров, с той стороны тоже 2 доски, это 4, 2 грядки, это 8 досок, ну, и 9 доска и немножко от 10-й пойдет на торцы. Но поскольку от 10-й доски посерединке перемычки надо делать, ну, чтобы 6 метров не расперло давление почвы по центру, то ровно 10 досок уходит. И вот 10 досок, это у нас 0,45 куба. Ну, соответственно, мы считали, что это, грубо говоря, 3 тысячи рублей. Вот. Но эти доски прослужат у вас, уверяю вас, не 2-3 года, а 10 лет, как минимум. Как минимум. А некоторые еще используют, покупают алюминиевые какие-то, которые тоже, кстати, деформируются, которые не так-то эстетичны. Зачем? Когда можно на 10, как минимум, лет истрать всего 3 тысячи за такой-то погонный метраж, извините меня, сколько это из алюминия будет стоить? Я думаю, гораздо больше. При высоте-то 30 сантиметров, да? Ну, тут еще бруски идут, я их тут не учитывал, это просто их по углам, они идут всего лишь по 4. И саморезами крутятся в углы, соответственно, чтобы не распадалась доска. Смотрите, какой дополнительный теплоизолятор. Ведь у нас здесь 15, ну, допустим, сантиметров бруса. Потом у нас идет еще 5 сантиметров доска, она отсекает еще тепло. Но, соответственно, здесь просто теплая грядка, фактически. Если мы здесь поставим маленькую печку какую-то. А, кстати, про печки я очень подробно. Про все виды отопления. Вот рассказываю, например, в инфопродукте номер 4 моем, где, когда вот ко мне на занятия приезжают, ну, и, конечно, там на строительных семинарах я вообще стараюсь вот тему, например, экостроительства обязательно рассматривать, ведь неотъемлемая часть настоящей нормальной жизни на природе обеспечивая себя продуктами питания. Ну, и, конечно, мы там рассматриваем биовегетарии, вот те самые пристроенные к домам, как у меня. И, конечно, котельная, система энергосбережения, вот это все виды топлива, так сказать, все древесные, любые котлы, там, пиролизные пилеты, все рассматриваем. Там это вот все есть как раз. Так, теперь давайте посмотрим, взглянем еще вот сюда. Мы скоро перейдем к ответам на вопросы и посмотрим. Вот для чего вот этот гвоздь, я его тут изобразил. Это крофильный, шиферный, так называемый, для толя рубероида подбивки с очень плоской и широкой шляпкой. А если вы будете использовать, как вот на этой теплице, армированный полиэтилен, то, конечно, вы его можете и перекрестие вот этой арматуры пластиковой внутри набить и зажать. Но сильный ветер все-таки может отодрать. Поэтому мы используем просто брусочки прижимные. Тогда, конечно, можно и саморезами анодированными зафиксировать. Но, тем не менее, плоские вот эти шляпки вот этого гвоздя, они будут нужны, если, скажем, зафиксировать временно. А их надо-то чуть-чуть совсем, там, на 100 рублей на теплицу. Так что вот, имейте это в виду. И давайте я вам расскажу про то, что обещал, про пропитки. Вот, ну, глину я уже, видите, коснулся. Теперь объясню насчет живичного скипидара и льняной олифы. Ну, давайте я даже кадр этот найду. Вот я вам его поставил. Смотрите. Значит, в чем плюс? Ну, это старинная технология. Вообще, когда-то так вот мой там товарищ один, он делал судно по норвежской технологии. Тогда это было лет 15, даже больше назад. У нас почти было нельзя достать олифу натуральную, льняную. И живичный скипидар была проблема. Значит, сначала разводятся первые два слоя пополам. Это я вам просто технологию говорю. И вот доски, балки, ну, тут у меня из двух досок 150 на 50 получалась 100 на 150. Такая мощная балка, которая еще скручивается между собой, можно монолитную, можно 100 на 100, неважно. Принцип главный. Мы делали такие ванны, как бы длинные, тоже из досок сбивая, там, значит, клали туда внутрь, в эту ванну, как бы, импровизированную пленку, можно каучуковую. И вот растапливали, чем теплее, тем лучше. Например, градусов 60 нагревали в железных ведрах вот смесь из 50% живичного скипидара и льняной олифы. Это раствор окуналось в доска. Вот так вот делалось два раза, когда она высыхала, потом еще, ну, через день. И вот эти слой, когда 50 на 50, проникает на сантиметры даже глубже в древесину. Все создавая, просто полиаризуя, как полимер закрепляя, да. То есть уже никакие грибки, ничто не способно поразить древесину. А потом примерно олифы 30%, скипидара 70%, еще 5 слоев наносится. Конечно, потом, это как клей, мухи налипают, тут уже год проходит, все равно налипают, липкая через 5 лет. Конечно, она темнеет из-за этого, но вот думали, не пошел ли грибок, стали шкурить. Но как, вот знаете, вот прям новое, каждый слой, как будто лак с толщиной сантиметра полтора, да. То есть никогда это, ну, если в морской воде больше 100 лет ходили эти суда, и ничего с ними не было, то теплица будет вечная. И, конечно, это экологически чисто, но стоит ли, надо подумать. Сейчас я бы уже не стал, вот глину стал бы использовать, потому что мухи все-таки тоже налипшие, мне тоже не нравятся. Но сама интересная технология, конечно, интересна. Теперь лоскутный воск. Лоскутный воск – интересная технология. Там в составе воск пчелиный, в Сибири производят, там в составе живица. Ну, и прополис немного, конечно, очень малый процент, но, тем не менее, это антисептик. Если пропитать этим древесину, она отталкивает воду. Конечно, это не такая защита, как я выше вам описывал, но тоже неплохая. Но стоит денег. Я просто скажу так. Считаю, что я вам это сказать должен был, ну, не должен, а, по крайней мере, захотел сказать. А делайте выводы вы. Это все-таки стоит каких-то денег. А вот для пропитки уже сруба, чтобы он не терял, вот, вы хотите, вот цвет красивой сосны натуральной, допустим, либо лиственницы, розоватой, либо ангарской сосны. И вы не хотите это ничем, знаете, вот, тонировать. То лоскутный воск в этом плане идеальная защита. Пятен не будет от... Ну, можно промыть всегда тряпочкой, да, то есть пять. Воду прямо вот реально капельки отталкиваются, стекают. Пару слоев пропитать. Есть технологии, как это наносится, что. Вообще, я вам так скажу, вот у меня буквально сегодня у нас 2 апреля, а вот 16 апреля у нас будет, пройдет тоже четверг, кстати, будет вебинар, такой же, как у нас сегодня с вами по этой теме, да, по теплицам. Но будет по экологическому чистому строительству, а именно по, знаете, по такой теме, как вагонка. Отделка помещений, как внутри, так и снаружи домов, зданий, вагонка. Абсолютно все, потому что у меня очень много сейчас проходит. Вот самые такие вот этапы, где тысячи метров кладутся вагонки, я вам скажу, конечно, это очень интересный, хороший материал, но он таит столько в себе вот этих проблем, которые можно столько просто потерять и денег, и нервов, потому что так и обманывают продавцы. И никогда не уследишь, и ведет дерево, оно живое, и все-таки говорит, а что делать, ведет? Нет, можно с этим бороться, можно не бороться, а знать, какие ошибки не допустить, чтобы идеально была и долгие десятилетия служила прекрасная вагонка в помещениях, и радовала глаз, и не расширялась потом, оголяя швы белые между покраской, и красить надо до того, как крепить уже разрезанные... В общем, я вам все вот это подробно расскажу. Кстати, будет пригласительный ролик, я даже думаю, что Дмитрий вот его сейчас выложит в чат вам, чтобы вы его все видели, скинет обязательно. Если вдруг вы не увидите в чате, или те люди, которые посмотрят данный видеоролик, он же будет в Ютубе лежать, да, через какое-то время, а не всегда зайдя на мой сайт, юфролог.ру, увидят, либо в приглашении, либо в будущем, так сказать, когда я буду приводить, может быть, аналогичные, вообще никогда у меня не было времени, вот я все-таки решил, видите, это первый сегодня у нас такой вебинар по, так сказать, аграрной теме, вот, открытой, и будет такой же 16-м по строительной, а именно по отделке внутри помещений, вагонкой, и все, что с этим покраска, пропитка, сушка, влажность, вот. В общем, ролик пригласительный рассказывает о чем, и он подробно объясняет, что там будет. Вот вы его посмотрите, у меня в блоге он уже выложен, значит, вы можете записываться так же, как записались на этот вебинар. Теперь смотрите, внимание, а 28 апреля, это у нас будет, это будет у нас, извините, 20, наверное, сейчас я смотрю не туда, сейчас 26 апреля, это будет воскресенье, у меня будет, значит, под Зеленоградом в моем хозяйстве, пройдет последний, наверное, в этом году и вообще в моем ближнем хозяйстве в Подмосковье, практически семинар по экостроительству, более расширенный, у меня за этот почти месяц впереди будет все сделано, везде отделки, там такой пласт будет информации, ну, кто был на моих прежних занятиях, знал, сколько он для себя мог подчеркнуть. И, кстати, вам я скажу так, у меня есть инфопродукты, номер 7 и номер 15 по строительству, кого эта тема интересует, дабы не совершить ошибок, как я совершил в свое время, сэкономить огромное количество и нервов, и денег, обязательно я рекомендую их все-таки приобрести, если тема вам вообще строительства актуальна. Вы, никто не пожалел об этом, а наоборот, получите очень много. Я, кстати, вам об этом немножко сейчас сделаю такое предложение, и мы перейдем к ответам на вопросы. Так вот, что я хочу сказать. Вы все-таки, кто захочет, ко мне может попасть, будет, уже запись есть, там всего 30 человек, место ограничено, на практический семинар, где мы разберем, ну, просто вот от и до по строительству экологичному очень многие вопросы. Это будет семинар на один день, в воскресенье, к 10 утра заезд, вечером до 7 будем, упорно. Ну, в общем, огромный плац знаний получите. То есть, кто захочет, может прислать мне на мою почту, а я, Дмитрия, попрошу скинуть мою почту личную сейчас к вам в чат. Но, опять-таки же, вы можете через сайт мне написать. В произвольной форме, если вы захотите на это мероприятие приехать, вы можете подать заявку и оплатить, и потом, соответственно, через карточку Сбербанка или другим способом, и мы вас зарезервируем. Теперь давайте сделаем вот что и перейдем к ответам на вопросы. Я попрошу Дмитрия поставить в чат баннер такой, как бы. Конечно же, как всегда, когда я провожу какие-то вебинары и рассказываю об очень важных вот этих тематик, тех тем, извините, тех темам, которые вы пришли, я, естественно, думаю, ну, что предложение, какую-то акцию нужно сделать на те инфопродукты, которые относятся к данной тематике непосредственно. Ну, а сейчас, посмотрите, нажав на ссылку, которую прислал или сейчас пришлет Дмитрий, вы можете попасть на мой блог. Прямо и меня сейчас будете слышать, можете нажать и попадете туда. Там есть раздел инфопродукты, вы, наверное, знаете. Там есть раздел, подраздел в нем, в разделе инфопродукты, акции. И вот сейчас у нас какие акции сегодня? Я вам сейчас расскажу. Первый комплект инфопродуктов – это аграрный. Это то, о чем мы сегодня с вами говорили, затронув только отдельную узкую часть, а там вообще обо всем. От почвы, от семян до выращивания рассеи, пикиров, ну, то есть все. Вплоть к получению щепы и так далее, и так далее. Сейчас, кстати, вот Дмитрий мне написал, он зайдет ко мне на компьютер, и он включит, то есть вы это увидите ссылку. Но если даже вы ее не увидите или посмотрите завтра, но акция будет только два дня, сегодня и завтра. Значит, смотрите. Вы, каждый из вас, может, либо сейчас по ссылке, сейчас Дмитрий включит, либо зайдя ко мне в блог, через раздел инфопродукты, перейти на подраздел акции, и смотрите, что там есть. Продукт номер три плюс номер четыре. Это два инфопродукта по аграрной теме. Значит, они стоят шесть тысяч, номер три и четвертый. Это занятие трехдневное, практически семинар у меня в Картышино. Он стоит десять тысяч. Вместе шестнадцать тысяч. Но вам будет цена, вот обратите внимание, верхний угол над чатом правый, вам будет цена десять тысяч. Значит, сегодня это будет возможность купить их. Зайдя, вы можете прям зайти туда, увидеть, как это сделать. Купить, просто нажать, заказать, и дальше автоматически. Ну, там все просто. Второй комплект. Это инфопродукт номер семь по строительству. Уникальный комплект, где разобрано, во-первых, входит туда двухдневный вебинар, закрытый. Входит туда трехдневное практическое занятие с моего хозяйства, вот из Картышино. Там разобраны более пятисот фотослайдов подробных с строительными этапами, начиная от фундамента до энергосбережения, кровельных систем, там, ну, все, полностью отделки. Значит, и туда же, ну, в этот комплект, я имею в виду, я включил продукт номер пятнадцатый. Это занятие, семинар, который прошел у меня месяц назад, 14 февраля. И мы разбирали, повторяя азы, конечно, но разобрали 80% новой информации по стройкам, которые за полгода от выхода продукта номер семь у меня прошли. Это огромное количество новых технологий, новых хитрых, тонких нюансов, которые очень экономят средства, ну, соответственно, абсолютно экологичные, новые материалы. Там же входят контакты, которые я вам даю, более пятисот уникальных контактов с фирмами, с прочим. В общем, кто, скажем, вот планирует что-то построить, ну, допустим, я условно говорю, на миллион рублей, сможет сэкономить тысяч триста. Я бы в свое время за такое знание, к сожалению, я через свои ошибки все проходил всегда, я бы отдал миллион рублей. Потому что, скажем, только на Селигере, где я, кто знает, вот в свое время строил, пришлось мне оттуда там уехать строиться в другом месте, так вот я, разница была в моем убытке, когда мне пришлось продать 3-4 миллиона. Вот, но масштабируя каждую свою ситуацию, грубо говоря, и 20 тысяч сэкономить, это уже будет выгодно. Но вы получите огромные знания при этом. Так, теперь, теперь давайте вопросы, когда сейчас будут. Да, и третье, если вы захотите и вам нужно и комплект, действительно, по, скажем, вот, аграрной тематике, который стоит, ну, номинал 16 тысяч, но сейчас только сегодня, завтра будет 10 тысяч. И если вам нужен по строительству комплект, который стоит, соответственно, 15 тысяч, и сегодня будет 10 тысяч для вас, и завтра тоже целый день. Ну, то вместе, если вы захотите купить оба комплекта, а это 4 инфопродукта, которые стоят, соответственно, сколько там, 16 плюс, значит, 15 тысяч, да, 31, то они будут за 17 тысяч почти в два раза дешевле, то есть еще на 3 тысячи дешевле, чем по отдельности каждый комплект. Ну, собственно, мы их уберем завтра вечером из продажи, и поэтому возможности есть только сейчас. Теперь давайте так. Так, да, мне Дмитрий сейчас как раз поможет, он присылает ваши вопросы, а я буду вам сейчас на них отвечать. Так, значит, давайте прямо поочередно. Где хранить заготовленные горшочки с землей в зимний период? А вы знаете, если вы живете в квартире, конечно, вы можете в каком-то подсобном помещении, где-то в коридоре, их же можно стеллажировать, то есть одну вот эту коробочку, она же с крышкой продается. Кстати, в Икее стоило, по-моему, рублей 190. И вот там 11 горшочков, да? Вы можете их один на другой хоть в 10 ярусов ставить. Можно загородом хранить. Минусы желательно, чтобы не было, чтобы почва жила, развивалась. Иногда проветривать можно, ну, пару раз за сезон. Готовь сани летом точно. Осенью приготовили, все у вас уже к весне готово. Вы потом просто намочили семена, проложили их вот в эти инкубаторы, как я рассказываю подробно в инфопродукте номер 3 или кто у меня на занятиях был, знаешь, как работать с ней, там, контроль влажности и прочее, ну, в общем, семенами. Так, фитофтора в теплице, ну, почему же она должна быть, если, смотрите, фитофтора обычно развивается при ослабленном условно так иммунитете растений, когда температура, допустим, низкая при высокой влажности, когда у томатов, например, листья между собой переплетаются, а вы этого не допускайте, обрезайте. Кстати, каждый куст до другого лист не должен соседним переплетаться одного растения с другим. И внизу убирайте листья. Плюс к тому медь, это профилактика от фитофторы, поэтому вы можете медный купорос брать, разводить кисточкой, ну, в воде, и мазать ствол, так сказать, томата внизу. Кстати, когда соломку будете класть, ни в коем случае, чтобы солома прямо до стебля не доходила. Вы оставляете маленький такой кратер. Ну, значит, вот это сантиметров, если слой 10-15 соломы, то вот буквально вокруг ствола 5 сантиметров пустота должна быть, чтобы не под привала там ничего. Раньше бабушки там знали, ну, по наитию, может, ну, в общем, медную проволоку брали, протыкали ствол и вот завязывали таким небольшим узлом, но не сильно фиксируя. Так. Так. Не хочу алюминиевую или металлочермет, больше окон на крыше. Подъемник сборка взрывной стены. Так, ну, не совсем вот это понял. Ну, вы знаете, я вот, например, не сторонник металла. Все-таки металл экранирует и как бы меняет, меняет энергетику, меняет вот эти сети Хатмана, может менять, то есть, распределение энергетических полей, наводки. Все-таки металл это, ну, конечно. Я поэтому использую дерево. Я этому доволен. Вот вы сами видели по расчетам, совсем недорого. Пиломатериалы уходят на небольшую сумму. Теплица будет крупней, прочней. Кстати, при этом экологично абсолютно, долговечно, и она будет дешевле даже. Так что это будет прекрасно. Как формировать инжир? Ну, инжир формировать можно так, что направляя, оставляя почки, точки роста в те места, где позволяет возможность вам по месторасположению, по свету, освещенности. И, собственно говоря, первые два года лучше его давать вегетативный рост. Ну, смотря какой у вас объем там. Потенциал 3 метра, 4 или в комнате там 2 метра или 3, сколько. А потом уже прищипывая точки роста новые, формировать плоды. Ну, плоды развиваются в основном на новых побегах. Поэтому старые толстые стволы, у меня, кстати, вот третий год растут. У меня знаете, какие у основания? 10 сантиметров уже дерево прям натуральное. Ну, темп просто высокий, конечно. Так, поэтому формировать надо именно так. Сначала на вегетацию, а потом просто... Еще есть хитрость. Ну, как вот с цитрусовых, например. Когда горшок пересаживается всего на полтора, новый, на полтора-два сантиметра больше. Когда корневая система испытывает, так сказать, такой некий стресс-объем, то есть она не может вырасти и развиваться активно. То есть если у нее будет воля, доступа расти куда угодно, она будет несколько лет больше развиваться она, нежели, ну, вегетация. Но плодов будет мало. А хитрость больше плодов получить – это использовать замкнутые пространства. Либо деревянные такую, как мы сбивали, такие ящики. А их можно, кстати, в землю потом врывать, у них же рост ограничен, и лет через 5-10 они сгниют. И корни уйдут. Но уже тогда это все дерево будет крупное и будет давать прекрасный урожай. А вот такие хитрости еще есть некие. Так, как лучше крепить к кирпичной стене зимний сад? Ну, во-первых, обязательно те стойки деревянные, которые вы будете к стене крепить, вы прокладываете через термофол. Опять-таки берете уже сантиметровый термофол. Мало ли, кривизна стены, еще что. А вы берете через сантиметровый термофол, а вырезаете его, ну, например, если брус 150 на 150 по углам крепите к стене, мощными анкерами туда, которые в бетон или в кирпич пойдут заворачивать, так через сантиметровый термофол вкручиваете, он будет прижиматься всей плоскостью, неровности исправлять, и воздух уже гулять там никакой не будет. И, соответственно, это будет надежно, эластично и изумительная изоляция. И так по всем плоскостям. Подробно я об этом рассказываю, вот прям подробно. На моем, например, вот по строительству, номер 7 инфопродукт, как все это делать в строительстве. А в зимнем саде тоже рассказываю, конечно. Так, нужно, чтобы не темнело. Ой, нет, нет, давайте так. О вагонке это вот будет у нас 16-го вебинар. Вот я вам там вообще все расскажу про вагонку. И это, конечно, пиво, не нужно никакого пива. Знаете, существует такое количество разных там пропиток и прочее. Но я вам, кстати, даже некоторые покажу. Я сейчас, кстати, давайте включу себя. Сейчас я вам включу себя, чтобы вы видели не вот эту картинку, а меня, да? Так, сейчас, секундочку. Вот Дмитрий сейчас напишет, наверное, видно сейчас меня, хорошо, да? Если видно меня, я буду ваши вопросы дальше читать, а еще вам кое-что покажу. Еще вам покажу. Сейчас мне Дмитрий напишет, видно ли меня. Ну, я благодарю. Вот тут некоторые, видимо, люди отключаются. Ну, понятно, у кого-то уже очень поздно. Да можно завтра еще успеть пересмотреть. И я вас благодарю, уважаемые друзья. Ну, сейчас я вам еще кое-что буду показывать. Кто-то, видимо, отключается. Ну, значит, до связи в следующий раз. Дмитрий, пожалуйста, напишите. Меня сейчас видно? Вот именно меня для наших зрителей. О, видно. Все, вот смотрите, дорогие друзья. Вот я вам сейчас показываю. Вот пресс-шайбы, про которые давайте повторим. Вот пресс-шайбы, те самые поликарбонатные. Ну, посудите сами. Вот мы берем поверхность какую-то плоскую. Вот этот термофольчик, который тут жалкий кусочек, да, вот стоит. Вот он. Ну, мы, вот допустим, прижали к поверхности. Ну, в данном случае у меня штангель циркль, ну, как будто к деревянной. Ну, вот. Там нет амортизации никакой. Давай, теперь представьте, вот мы берем та самая пресс-фитинг. Вот она, шайба. Вот она, резиновая. Видите, какая толстая, 8-миллиметровая резина. И вот тут мы берем болт, вот этот вот, шестигранной головкой. Вон он. Вон он, 6-миллиметровый. Он прям входит, как вот тут полмиллиметра остается разница. И мы его затягиваем. Вот представьте, давайте я сейчас даже зажму, да, вот так. Представьте, какая деформация идет. Вы никогда не продавите так поликарбонат. А теперь посмотрим, придавим. Да хоть как давите, он у нас диапазонная амплитуда какая. У нас нету вот излишней вот этой жесткости, чтобы была хрупкость. И волны не пойдут, о чем я говорил. А представьте, вот у нас прижимная планка. Ну, 2 сантиметра, допустим, с толщиной какой, палец у нее примерно. Дальше у нас идет поликарбонат. Ну, пусть сантиметр. И у нас еще 4, даже больше сантиметра пойдет куда? В тело дерева, в древесину. Будет жестко держать вот эту вот нашу, скажем, рейки прижимные, да. Что я вам еще сейчас покажу? Ну, просто не путайте только. Вот есть такие кровельные саморезы, очень похожие, да, вот с такими. Кстати, это рал, как они там, господи. Ну, коричневый, в общем, цвет, 60-17, что ли, я все им путаю. Вот, кстати, тоже подсказку даю. Вот когда кровлю покупают, но это вот по строительству. Вот я вам сейчас приведу пример, что такое экономия денег от моих инфопродуктов. Например, на строительство берем только маленькую часть раздела кровля. Из этой маленькой раздела кровли берем вот такую мелочь. Вот когда вы кровлю считаете, бывает, ну, смотря какой размер, бывает на десятки тысяч выходят у таких саморезов. А теперь, смотрите, ну, понимаю, что какой-нибудь, например, там, фурал, ну, мое любимое покрытие, например, да, значит, металлочерепицы. Это оптимум, я объясняю на своих лекциях, почему. Вот такие элементы, ну, это длинные, в коньковые, либо в волну высокую, где крутится. А бывает, это где-то 8 сантиметров, а бывает 4, да, в основном, 3,5. Так вот, они стоят, на цифры, сейчас на сумму не могу вам сказать, ну, примерно рублей 6-7. Примерно рублей 6-7. Но вот тут есть хитрость. Вот тут разница. Я покупаю в метизах, ну, я обычно в определенных местах, у меня там уже на огромные суммы я купил, хорошие еще скидки оптовые. Так вот, ну, просто вам скажу, просто вот оптовая есть фирма, там от 3 тысяч продают, ну, каждый из вас купит и больше, чем на 3 тысячи, правда, для хозяйства все. Так вот, я вам что скажу. Рубль 80. Вот 7 рублей, рубль 80. Вот на этом колоссальная разница. Ну, это просто к слову. Вот я такие подсказки, их тысячи, вот в моем седьмом инфопродукте и в пятнадцатом тысячи. Так, про пропитки давайте потом про все вот эти лоскутные воски, вот биофы, это по вагонке, мы касаемся, и за, и я вам там, разочиная, Словении, да, производство, очень неплохая, кстати, на, пусть не такая биоэко, как, на льняном масле, там, с колорами страв, растений, да, но вполне, значит, имеется место быть. У меня, по крайней мере, в Карташино все белинкой обработано, топ лазуев с лосковым покрытием, ну, разве дешевле? В общем, по вагонке я вам там приходить все расскажу, а вот что на моих вот этих вот, я говорю, за огромных вот этом седьмом особенно инфопродукте по строительству, это могут и профессиональные строители покупать, они думают, они все знают, ну, сейчас прям, вот со мной работают фирмы, которые десятками лет, ну, там, я иногда подряжаю, мои люди не успевают все делать, вот сейчас, я такие вещи рассказываю, что они, говорят, мы никогда такого и не видели, не знаю, естественно, потому что они, вот понимаете, вот роквелл используют утеплитель, да, базальт, между, например, стоек или, там, скажем, стеновых панелей, роквелл, ну, там фенол выделяется, ну, какой это эко-материал, это не эко, ну, разумеется, это лучше, чем какой-нибудь изовер, ну, это ужасно, а я что использую? Биосинтепон вместо него, биосинтепон, это уже, извините меня, это можно воду пропускать и пить, это фильтры, это как пищевой полиэтилен, волокна только, которые распылены в определенную пышную такую массу, то есть огромное количество миллионов воздуха между волоконами, он не деформируется, у него только плюсы, столетия ничего ему не будет, да, он в отличие от роквелл, намочишься, он деформируется, а этот нет, он свою форму держит, по тепловороводности 0,03,4 коэффициент, такой же, то есть вот еще нюанс, у них сотни, поэтому я и говорю, просто если бы знали, конечно, вот все досконально, что же там за информация, это уникальная вещь, ну, ладно, теперь дальше, отвечаю на ваши вопросы дальше. Под землей теплицу, да, да, тогда так, я вот этот чертеж сейчас не дал, но я его где-то на своих занятиях говорю, то есть, грубо говоря, холм использовать, когда наклонная крыша все-таки градусов хотя бы в 20-30 скат от снега была бы, это как землянка теплица, вырывается, например, 2 метра глубиной или 1,5 шириной, ну, там зависит от балок толщины, если, например, 6 метров прогон, то она должна быть 250-300 на 100 балка или на 150, да, если 4 метра достаточно бруса 150 на 150, чтобы не сильно прогибалась, ну, и длина какая угодно погонная, значит, там вывести дренаж, канализацию, ну, все понятно. И вот тогда, используя там, например, зимой досветку, а так расположив длинной частью вот на юг падение солнечных лучей, то мы можем добиться того, что землей-то под землей всегда плюс, и у нас плюс будет всегда, ну, плюс 2-3, дотапливать придется, конечно, но гораздо меньше, а можно зимой использовать, как грибы выращивать только, кстати, я об этом не говорил, но в своих занятиях вот говорю подробно, как вешенки королевские разные, там, шитаки, вот это все в дерево внедрять, как все это, так сказать, используя зимний сад, ведь можно очень много чего использовать из зимнего сада, доход получать даже хороший, и червя продавать, например, вот выращивать, и грибы, и все вместе, понимаете, и растения разные, так что вот так вот, значит, но я очень хорошо к этому отношусь, я думаю даже, что одну зимнюю такую теплицу подземную, да, скажем, где только вверх вот этой кровли, единый скат, один всего лишь будет виден с улицы, значит, она у меня будет в Пушкинских горах тоже мы сделаем, может быть, даже к концу этого года, вот, и когда-нибудь на экскурсии, но об этом я буду оповещать, она таких технологий, у меня она просчитана технология, значит, там можно кирпичную стену и поднять, и пока еще не все землей, да, со всех сторон, длинной, просто обработать тоже кирпич, пусть даже силикатный, белый, зачем там использовать более дорогой, значит, обработать хорошенько битумом в несколько слоев расплавленным со стеклоизолом потом уже, да, чтобы стены никогда влага не проходила через кирпич, ну, меньше кирпич, медленнее разрушаться будет гораздо, вот, и там вопрос креплений, переходов вот этих, ну, это все решаемо, конечно, очень хорошая вещь. Солому можно брать ближайшие фермеры, смотрите, только чтобы химию не клали, это надо, конечно, с ними говорить, быть уверенным в этом, собственно говоря, есть фирмы, которые продают даже солому, только не наткнитесь на мошенников, типа вот этих вот фирм «Середа», которые позиционируют себя как экологически чистые, там солома, просто страшные мошенники кинули от меня, например, на 150 тысяч рублей, ну, просто для примера, чтобы вы не попали, так сказать, как я. А, кстати, там вот тот самый уважаемый мной, в общем-то, Евгений Широков, который вот про соломенные дома, вот это «Саман легкий» и так далее, позиционирует, он один из тех, кто в этой фирме вместе с директором, который фамилия «Середа», вот это все, ну, может, он и не организовал аферы, но как-то участвовал, очень мне это неприятно, однако вот это так. По крайней мере, смотрите, имейте в виду, они соломенные блоки продавали, я как раз за них предоплату внес, потом сказал, ладно, ребята, пусть деньги у вас будут, я на следующий год так это заберу. Все, мы вам, так сказать, все… И, ну, это просто, я не буду рассказывать, что это было, это просто вот издевательство. Ну, ладно, значит, солому можно с фермерами, вот с соседними, колхозами, там, если еще есть продавали, кто сейчас, мало кто добавляет минеральное удобрение, но тем не менее, а можно вместо соломы траву, скашивайте траву, какие проблемы? На лугах прекрасную траву, стога формируете, и не нужно вам будет солому закупать, пожалуйста. Кстати, эту траву в бочке или там в аквариумы можно кидать, воду туда лить, аэратор от компрессора, вот, распыление, чтобы воздухом обогащалось. Там ведь и сенная палочка, и другие очень важные микроорганизмы будут, которые потом этим бульоном, там, через неделю, там, несколько дней даже стоит уже, поливать, туда опять новую воду, он прям растворяться будет, и этим поливать можно грянки. Так, Восток М при покупке, на что обратить внимание? Первое, чтобы это не было заморожено, живые бактерии при ноль меньше, они уже могут начинать погибать, особенно если замерзнет. А кто у них как хранился, перевозился, особенно если не напрямую у фирмы берете, у посредника? Вот это вот вопрос. Потом срок годности. Если при температуре, например, плюс 5 хранилось, она год будет сохраняться, и даже 2 может, ну, при, там, плюс 3 колонии бактерий, ну, процентов 30-40 выживет. А если это, собственно, хранилось в тепле, то за 3-4 месяца могут уже плюс 25 перебродить погибнуть, понимаете, уже там не будет такого эффекта, и люди говорят, это не работает. Ну, это именно потому, что и хранилось неправильно, вот на это надо внимание обращать, обязательно. Дата производства, как хранилось, спрашивать, и так далее. Значит, как можно скачать чертеж? Ой, вы знаете, будет повторный, в принципе, то есть вот, я думаю, мы вот сегодняшний вебинар в сети оставим. Конечно, сразу скажу, дорогие друзья, вот говорю сейчас тем, кто через 2-3 дня будет смотреть через год этот ролик, да, мы его оставим, это гостановичные времена, ну, пока YouTube есть. Значит, эти акции, они не актуальны будут вот через то время, когда, ну, просто чтобы объективно меня не обижались, а то у меня сейчас один, так сказать, человек, внук там, видимо, написал для дедушки, вот там он хочет там, ну, где-то по паразитам, посмотрел лекцию от 13 мая, ну, уже почти год, да, прошло. Он говорит, вы там говорили, что акция была там вот не 5000, там 2500 или 3000, я не помню. Я говорю, она была тогда 2 дня. Он говорит, вы знаете, но он там вот, ну, про него сказал, я говорю, ну, ему давайте я сделаю, конечно, там, понятно. Вот, ну, просто вот к этому именно, чтобы корректность была у нас с вами. Так, значит, на сайте могу выложить презентацию чертежей. А, это пишет Дмитрий, видимо. Ну, вы знаете, я думаю, мы что-нибудь сделаем под этим, так сказать, действительно роликом. Посмотрим, посмотрим. Значит, так, да, благодарю вас. Кто-то мне пишет, так, так, где купить такой просфитинг? Значит, вы можете набрать в интернете поиск, например, поликарбонат и комплектующие фирмы Polygal. Ну, найдете, найдете там картинки. И вот, вы помните, еще раз вам ее покажу. Вы их найдете спокойно. В общем, 5-6 рублей где-то, вот разные цены там. Вот такой вот просфитинг с резинкой. Так, да, ну, а тот, кто приобретает, кстати, я еще раз хочу, инфопродукт номер 7, но он в комплекте с 15-м идет, да, сейчас. Там есть более 500 контактов, например, на менеджеров, на скидки мои, да. То есть там вот только в этом вы, ну, от 10 до 50 и больше процентов сэкономите на каждом виде товара. Но имеется в виду и вообще контакты вплоть до печей там, до любых технологий, закупки термофола и всего остального. Так, дальше, как можно, да, как может измениться наш климат, когда недавно уничтожили Гольфстрим? Да, практически уничтожили, то есть он уже ослабил со стороны Канады активно. То есть температура растет в Англии и в других, так сказать, странах, куда сначала Гольфстрим попадал раньше, уже кривизна, то есть угол изменился, обходит. Там уже гораздо холоднее, пальмы уже пропали в том позапрошлом году многие. В общем, скорее всего, это может привести к тому, что мини-ледниковый период все-таки может быть. Но тут это от нескольких моментов, в счет активности земной коры, зависит от температуры, ну скажем, под земной корой, да, и от нескольких других моментов. Так что тут два варианта. Пока климат, вот в нашей стране, все-таки он будет меняться, вот как я вам скажу, он идет отрезка континентального в Сибири к Умере на континентальному. То, что было морским климатом, вообще станет почти субтропическим. У нас средние годовые уже на 5-6 градусов поднялись. В Пскове, у нас, например, в Псковской области, там особенная такая климатическая ловушка, там вообще теплее, чем в Москве. В общем, полагаю, что климат будет теплеть, а вода будет уходить. У нас, смотрите, какая еще ситуация. Вот мы видим плюс какой, да, стоит. Снег уже, его нету в марте, все стаивает. Вот впервые было год назад, когда в Пирской области, старики не помнят такого, вода в колодцах пропала летом. Хотя был не такой год, как вот 3-4-5 лет назад, помните, плюс 42 месяца. А тем не менее, все равно, почему это было. А потому что зима была малоснежная, снег таял, он испарялся, он даже не таял, он испарялся, вот как сейчас. И земля не пополнилась вот этим объемом воды, родники не такие многоводные, болота. И меньше воды, тем более с нашим обезвесиванием. Поэтому, соответственно, вот это вот беда, проблема. Конечно, вода уходит. Поэтому южные регионы будут испытывать дефицит в воде в ближайшем будущем. Поэтому северные регионы, у них плюс большой. Это вот как раз Новгородская, Тверская. Ну, а у кого глина, повезло, потому что свои водоемы можно делать, так сказать. Так что тут вот так. Так, теперь. Еще какие-то, если, Дмитрий, вопросы, вы мне сюда, пожалуйста, напишите. Так, дорогие наши зрители, что я вам хочу сказать. У нас уже почти 10 часов. Мы с вами ведем 3 часа без малого. Ну, с учетом, там, два раза у нас срыв был такой, да, из-за качества связи. Вот. Я вам пока, сейчас Дмитрий пишет еще вопросы, а вы пишите, пожалуйста, я буду отвечать. Я вам что хочу сказать. Очень рекомендую, если все-таки вы, у вас на повестке дня, как говорится, стоит какое-то строительство, переделка, ремонт, отделка, вы хотите применить энергосберегающие технологии, переложить там, я не знаю, провода, значит, пристройку сделать к дому, да, зимний сад к дому, то я очень рекомендую вам вот этот инфопродукт номер 7 и 15 взять комплектом. Тем более, что сегодня он по цене одного, он 10 тысяч стоит, седьмой инфопродукт, и то это копейки для него. Для той информации, которая там содержится. А сейчас это вместе с 15 за 10 тысяч, да. Значит, теперь инфопродукт номер 3 и 4, оградные мои, вот эти основы, так сказать. Это огромный пласт информации, десятки часов видео, там тексты, тоже контакты, все-все-все то же самое, уже по этим тематикам. Ну, конечно, это все связано между собой, поэтому я говорю, если кто захочет два комплекта сегодня вот эти взять, которые уже со скидками по 10 тысяч, с большими скидками, а не по 15-16, то вместе будет всего 17 тысяч. То есть, это вот 4 инфопродукта, как 2. То есть, 2 за деньги, 2 в подарок. Вот, поэтому смотрите, значит, акция будет только сегодня, уже осталось 2 часа до сегодняшней, ну, по Москве до 0 часов. И завтра до 23 часов будет, то есть, возможность по этой акции взять. Соответственно, вы можете, первый вариант, просто через Робокассу, через мой блог, вы попадете по этой ссылочке сверху чата и там уже поймете, как это оформлять. Либо, если вы что-то не поймете, запутались, или хотите, просто на карточку, как, может быть, уже вы перечисляли, еще каким-то другим способом, там, может быть, в другом регионе, государстве, через Пайпал. Тогда просто напишите на карточкуаравана.собакабикея.ру, напишите, и там вы пишите, я хочу приобрести комплект такой-то или 2 комплекта, и, пожалуйста, скиньте мне, как оплатить дополнительно, или напишите, почему у вас не получилось, ну, или как вы хотите. И мы вам сразу скинем завтра информацию эту, и вы сможете успеть оплатить, а мы вам сразу автоматически, соответственно, скинем вот эти купленные вами инфопродукты. А я их очень рекомендую именно не потому, ну, потому что, ну, я думаю, вы меня поблагодарите за это, когда поймете. Это вот только я вам сейчас вкратце рассказал о том, что же там есть, но, значит, я надеюсь, что это будет не просто хорошо, а будет просто для вас прекрасно. Так, будут ли семинары, вебинары по зимним садам? Вот знаете, а на крыше. Да, дело в том, что... Сейчас, где же я касался этой темы? Я в своих, на своих семинарах касался об этом. Я говорил, какие там особенности, какие нюансы. Просто тепло у нас по закону физики идет снизу вверх, и через любой утеплитель, потолок, например, он все равно пройдет. Поэтому мы уже имеем преимущество, что у нас отапливаемый пол зимнего сада на крыше. И у нас остается сделать только идеальную изоляцию. И вот если применить те технологии, где стыки листов делаются по моей технологии, где деревянная основа каркаса и моя технология применяется, то это будут такие ничтожные теплопотери. То есть это будет теплее, чем крыша, утепленная дома. К тому же у вас и зимний сад. Конечно, вы знаете, когда я буду приглашать к себе в Пушкинские горы на мои практические занятия по аграрному земледелию, органическому земледелию, будем мы там это касаться обязательно. Тема прям наглядно чертить все с вами. Кстати, на мои занятия может каждый привести свои чертежи, свое видение, план. А мы его потом оставляем до этого времени и прямо смотрим, разбираемся. Мне считанных минут хватает, ну прям минуты-две, чтобы все вникнуть по чертежу. Два вопроса, три задать. Я все понимаю. Я даю, так сказать, как бы советы, благодаря которым сразу вам, по вашей ситуации, которые вам просто вот, ну сразу решат технические, инженерные вопросы и так далее. Так, а теперь, ух, для... Значит, какой пластик использовали для проращивателя? Хочу сделать по принципу, так, пищевые контейнеры подходят. Ну, подходят пищевые, ну, вы знаете, какие? Те, которые с контактом с пищевым продуктом для питания человека сертифицированы. Те, да. То есть, это просто полипропилен или полиэтилен пищевой. Ну, вот, кстати, ведь термофол – это вспененный полиэтилен, поэтому он абсолютно экологичен. Биосинтепон – это тоже основа полипропиленовой, полиэтиленовой гранулы, которые просто, как вы знаете, кукурузная вот эта вот, вернее, не то я говорю, сахар вот эта воздушная гадость, которая есть нельзя, но принципы, что из сахарной крупинки образуется вот эта вот вата, да. Вот биосинтепон – это вата, только не сахарные крупинки, а полиэтиленовые гранулы вот эти пищевые. И вот из него делают стаканчики льют. И вот эти формочки, которые вот я в Икеа покупал, так что их можно использовать. Ну, или аналоги. Или лучше оргстекло в рыбном магазине, коробку для проразивания. Вы знаете, из оргстекла можно. Это тоже экологичный материал, а такой же нет, это примерно одно и то же. Но более долговечный, конечно, оргстекло. Да, стекать вода, и на том, и на тот материал может вполне. О, какие пластиковые окна поставить дома? Ни в коем случае пластиковые не вставьте, а вставьте дома деревянные окна. Я, слава богу, вот как из Москвы. У меня в Москве, я в Сталинском доме жил, были деревянные окна, двойные рамы такие. А потом переехал в 98-м, когда в свой дом, коттедж, который в свой дом построили, мы все, в 99-м полностью переехали. И у меня там тоже деревянные окна были. И сейчас в свои все хозяйства, и в Пушкинские горы, и в Картышно, и в другие, я использую только деревянные. Причем есть такое производство, у меня знакомый один, значит, там, ну, тоже по Новорижской трассе, под Нелидово. И вот он там делает, ну, я вам пример приведу, вот метр, давайте так, метр, были 15, метр 20, ширина на метр 50 высотой, двойные, вот такие 20 сантиметров рамы. Тут был снаружи триплекс 8 миллиметров, ну, я стекла, он мне размер дает, раскройку, а я заказываю на заводе, ему привозим стекла, он вставляет. Триплекс, ну, чтобы не бьющееся там все. А с внутренней стороны в помещении стеклопакет, значит, стеклопакет. Это, конечно, отдельная стоимость, но вот стоимость изготовления, сбора и вот этого, значит, окна с двойными рамами, где снаружи триплекса, внутри двойной стеклопакет. И это по принципу, как вот финские двойные такие, это очень, да, они стоят по 60-70 тысяч такого размера, финские двойные. Ну, конечно, там еще вертикальное проветривание в этом положении, тут этого нет, там просто вот сюда форточка открывается, конечно, в створке. Но материал, натуральное дерево, пропитан моей пропиткой фирмы ЗАР, американская, которая на льняном масле, да, с пигментами, колорами, значит. Так вот я вам скажу, смотрится же хорошо. Ну, где-то, если без дерева, ну, вот работа, хотя давайте так с деревом посчитаем, ну, где-то тысяч семь-восемь, ну, может быть, чуть-чуть больше. То есть разницу, понимаете, да, как дешевле поганого пластикового окна. Ну, надо ли вообще, вот понимаете, что такое пластик? Японцы же сейчас не знают, вот они и поставили сдуру с пластик, они же об экологии заботятся, а ультрафиолет как только попадает на вот этот ПВХ, это же поливинилхлорид, хлор, там, боевой отравляющий газ. Это раньше, кстати, было сырьем для, при Первой мировой войне, отравляющий газ, и потом в бочке миллионами складировали, но придумали технологию в 50-е, 60-е, вернее, извините, 60-е годы, когда стали делать вот этот пластик. Придумали, как это делать, и утилизируют тем самым вот эти ядовитые отходы военной промышленности. И они сейчас специально покрывают составом, потому что при нагреве выше определенного градуса и ультрафиолете выделяются не только фенол, диоксины выделяют страшнейшие мутагены, которые, кстати, профессор Кэмпбелл, да, который вот про книгу «Китайское исследование», он как раз изучал диоксины, а их свойства открыл, мутагенные, да, вот онкологические свойства. Вот я к чему хочу сказать. Вот зачем использовать пластиковые, что вы, упаси Бог, как говорится, от этого. Так, после, так, дерево, минералы переходят, окислы, соли, ну, то есть, когда дерево сжигается, минералы остаются неорганическими. Да, если квас, скислят древесину, пеплом, ой, слушайте, я не понимаю, очень нечетко поставленная фраза, мне приходится что-то выдумывать за вас. В общем, так, я, насчет кваса, раскислять, нет, не надо ничего раскислять, органические, неорганические минералы, именно корневой системой растения, и благодаря микоризам грибам, как раз тело растения поднимутся и перейдут уже в органическую форму. Так, если про это, конечно. Паш, квас, зачем это делать, я не понимаю. Значит, если почвы кислые, да, бывает торф там все, да, доломитовой мукой, доломитовым порошком, то есть, известью раскисляют. Доломит – это породы, ну, мел, грубо говоря, меловые отложения, да, когда донные, когда-то период был Кембри, там, Селур, Триас, Юра, мел, вот меловой период, да, после Юрского, значит, то есть, там, с 60 миллионов назад и выше. И вот образовались вот эти раковины ферминифер и прочее, в общем, вот эти вот карбонаты, как раз кальция там и доломит, вот это и есть порода. Значит, собственно, она как раз эта щелочь. И этим можно ощелачивать кислые почвы. А если почвы слишком щелочные, хотя это, знаете, какие-то солончаки должны быть, я не знаю, то тогда можно торфом немножко подкислить, там, ну, или опилками хвойными. Так что я думаю, это не проблема. Так, вот, так, ну что ж, давайте сейчас я еще раз спрошу, Дмитрий, есть ли какие-то еще вопросы? Или, в принципе, таких вопросов особых... А, вот я, кстати, сейчас вижу уже сам в чате тут, какой пластик, ну-ка, ну-ка, внизу последние вопросы. Где купить такой просфит? А, наверх, наверное, наоборот. После сжигания дерева. Все, я понял. А те старые были вопросы внизу. О, а я теперь понял, где у нас чат. Он немножко тут по-другому. Я привык к другим конференциям немножко. Тут у нас новая сейчас. Так, когда? Так, хорошо. Ну что ж, если вопросов сейчас нет, Я хочу поблагодарить вас, уважаемые друзья, за внимание. Все-таки очень большой процент, по крайней мере, от первоначально присутствующих у нас уже за три часа сидит. Ну, тема, значит, наверное, важная. Я думаю, что вы меня тоже поблагодарите за такое, скажем, ну, я думаю, очень важную тему, где я все-таки в ней раскрыл и многие секреты, и дал вам, так сказать, вот на будущее ваше осмысление какие-то вот такие наметки интересные, вот эти расчеты. Действительно, как можно своими руками просто сделать очень долговечную, хорошую и более дешевую, но главное, так сказать, очень удобную, экологичную теплицу. Ну, и не только теплицу. Мы раскрыли, сколько поговорили с вами разных моментов. Так, а вот еще есть вопрос в Ютубе, потому что пишут еще в Ютубе. Видите, тут не просто в чат, а еще вот мне Дмитрий с Ютуба прислал. Так, ролики по выращиванию энзимов для очистки почвы, прудов, органики, что-то вроде Байкала. Вы знаете, есть, есть, значит, где Байкал, там еще есть такие средства, та же фирма, пускай, я сейчас просто боюсь не вспомню, которые применяются для компостов. Вот как раз она очень хороша для того, чтобы грязные почвы, ну, условно, там, так сказать, действительно, отферментировать, переводить в более такие соединения устойчивые, значит, выводить из биологического оборота. Ну, это действительно есть такие, вот. Ну, это еще и сияние некоторые, но есть специальные для компостов. Так что в правильном направлении вы мыслите. Я считаю, что стоит. Вот, я, кстати, о них подробно рассказываю, вот прям показываю бутылочки. Это было просто год назад, я не все это помню, потому что информацию у меня столько, ну, все вообще невозможно запомнить. Я поражаюсь сам порой иногда, как у меня все это, я еще помню в стойких областях. Так вот, это инфопродукт номер три. А, кстати, знаете, что именно в третий входит, да? Там два вебинара входят, где, так сказать, вот я показываю от семян до, вот, как раз вот с этими Восток-Байкал, все виды как раз, когда применять. Кстати, вы имеете в виду, что поскольку там много азотофиксирующих бактерий в Восток-Байкал, то применять их уже, когда стадия плодоношения подходит, ну, например, в теплицах в начале июня уже нельзя, потому что пойдет все на вегетацию, плоды будут маленькие, а биомасса активная и большая. Слишком много азота в почве будет в процессе распада органики. Вот этими азотофиксирующими и прочими видами бактерий. Это тоже надо учитывать, поэтому я действительно рекомендую. Вот, ну, не хотите ошибок этих сделать, купите вот действительно этот номер три, номер четыре комплект инфопродукты. А в номер четыре вообще еще трехдневный огромный семинар, где я все прям показываю уже с растениями среднего размера и до, так сказать, вот всего остального. Так, натяжные потолки. Вы знаете, я отрицательно отношусь к натяжным потолкам. Я не скажу, что это дешевая технология. Мои родители делали сейчас много, я посмотрел, красиво ли это смотрится. Да, но два раза стоит проколоть, вот прям иголочки, они прям как простыню, да, раздираешь вот так, что называется, руками сразу рвутся. Потом они будут пачкаться. Ну, слушайте, я отношусь, конечно, негативно. Либо это гипсокартош, шпаклевка, малярный скотч там и, как говорится, побелка-покраска, либо это вагонка, либо это какие-то панели, которые делают сейчас, есть из бамбука, есть там другие, ну, разные варианты. Уж это, по крайней мере, надежно и протереть можно. Поэтому я плохо к натяжным потолкам. И я скажу, что это, вот вы посетите мою лекцию по вагонке, по отделке, вы знаете, вы поймете, что это очень экономичная вагонка и с ошибок не сделаешь, куча всяких. Так, значит, вот так. Так, на чем лучше спать? Ну, вообще лучше всего, я понимаю, что это не совсем комфортно. Доски, вот просто хорошие доски, там просто неровные, чтобы они струбанные, конечно, и все. И это, конечно, очень полезно и для позвоночника, и для кровеносной системы. Я в детстве в свое время так тут тогда еще, в общем, спал. Ну, сейчас, нет, ну, вообще я хочу так спать сам дальше. Я очень хороший сон, и вообще, знаете, мудрость такая утром. Но я скажу так, если матрас, то вот есть специальные матрасы, ну, например, фирма Никен делает такие, там магнитные, там поле земли повторяет, но там еще уникальная анатомия и комбинация не просто пружин, а таких, есть силиконов. Ну, в общем, можно, конечно, такое, они очень дорогие, ну, а можно кокосовые, из кокосовых наполнителей, плотные матрасы, вот, ортопедические, я считаю, что это тоже хороший вариант. Так, раскисление ферментированной сырой пищи. А, ну, почему она кислая? Если это очистки какой-нибудь там, я не знаю, картошки, кабачков, кочерыжки, капусты, она щелочная, почему же она кислая? Как употреблять? Нет, вы размололи все это, так сказать, вот, органику, кстати, компост, либо просто грядки вот эти, кстати, я очень подробно про все виды, потому что компост-яма, это все-таки неправильный вариант, а вот грядки формировать из компоста на будущий год как бы делать, а в следующем году уже опять на будущее, это логично, перекладывая это скошенной травой и так далее, их можно проливать Байкалом, Востоком и сверху еще накрывать темным материалом или хотя бы полиэтиленом, тогда в несколько раз быстрее перегнивание будет идти. Органическими можно использовать для раскисления, вот, ну, еще раз, органические минералы, зола для раскисления, идеальный вариант, просто щелочь, да, тот же доломитовая крошка, вот, пожалуй, так, и растения зеленые, это тоже щелочь, а вот закисляют почвы хвойные, опилки и так далее, да, поэтому туда действительно надо фосфор вносить, например, кстати, который в почве очень мало, фосфор, можно, конечно, разовый, минеральный купить, фосфатные удобрения, ничего страшного нет, фосфор просто внесете, можно костную муку, как делали до революции, вносили костную муку, фосфор, потому что вы видели, урожаи лучше были, ну, или вода из водоемов каких-то проточных, где тоже фосфора в воде достаточно, ну, или, соответственно, вносить фосфорные удобрения, вот это вот стоит, вот, в начале, вот, тем более, да, это вот действительно стоит, корневая система растений будет развиваться лучше и так далее, вот, ну, что ж, вроде, так сказать, основное все сказал, у вас, дорогие друзья, будет еще возможность пересмотреть этот вебинар завтра, кто не досмотрел или хочет повторно, вы сможете сегодня и завтра, напоминаю, приобрести с большими скидками мои инфопродукты, вот эти огромные, эти знания, которые я, конечно, рекомендую, это там сотой части я не назвал, хотя вот даже по строительству привел примеры какие-то, а там их, я говорю, сотни, даже тысячи нюансов, каждый из которых, подмечая и используя, можно прекрасно, быстро и, естественно, экологично, но и с экономией средств, не сделав ошибки, не наступив, так сказать, на грабли, вот, да просто порой не придумаешь такой метод, когда ты знаешь, вот, уже экспериментируешь долгими годами, так попробуешь, так приходишь к интересным, очень интересным результатам, я до сих пор прихожу все к новым и к новым открытиям, очень интересным, поэтому, в общем-то, я там рассказываю про все виды строительства, от каркасно-саманок до симпролит-блоков, которые Милан Девич еще, вот этот сербский архитектор 80-е годы придумал, интересное технологии, и армирование железобетонного в стены из утеплителя, и тяжелые, легкие, самое, все, что угодно, а вот, а в последних, вообще, в 15-м, очень интересная работа с керамзитом, очень, когда в стены засыпается уже, то есть не прессованная ржаная салома блоками, а потом штукатурится, да, глиной, со всех сторон, несколько слоев, это трудоемко, а когда досками дюймовкой обработанной глины зашивает со всех сторон дом, если он широкая стена, и туда керамзит насыпается, определенные фракции, плод, разумительный теплоизолятор, но еще термомасса хорошая, и быстрая работа, дешевая в производстве, ну, в работах, в общем, прекрасный вариант, ну, то есть я вот все время новый, но... Так, и еще, да, ну, благодарят меня, вот, прислали за, видимо, с Ютуба тоже, овощи, ну, вы уж спрашиваете, ну, что вы не знаете, ну, геномодифицированные организмы, это расшифровывается, когда ген какого-то, скажем, ну, например, там, животного того же, скорпион, например, вводят в томат, там, и определенными свойствами, так сказать, засухоустойчивости или там кукурузу обладает, хотя это трансгенные правильно назвать уже овощи, потому что пересаженные вот эти гены дают новые мутации, это очень страшная вещь, о которой у меня куча роликов на моем продуктовом сайте надgar.com по ГМО, у меня есть это и в блоге, но я выступал на славянском радио по аграрной теме, именно продовольственная безопасность, там про ГМО мы говорили, посмотрите, в блоге у меня это есть. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда что с вами прощаться, и про наш сегодняшний вебинар, я думаю, вы, ну, кстати, пишите отзывы, они мне очень важны, напишите на ролик в YouTube, если вы смотрите это на YouTube, в блог у меня напишите, вот, ну, на YouTube, поскольку сейчас идет прямая трансляция и запись сразу автоматом на YouTube, напишите туда, собственно говоря, я буду иногда просматривать, обязательно буду отвечать, вот, в блог же напишите, тоже будет хорошо, в соответствующий раздел, если этот ролик мы туда выложим, этот семинар наш, так что, что я могу сказать, давайте тогда попрощаемся, желаю вам всего самого лучшего, во-первых, здоровья, ну, так сказать, энергии побольше, потому что сейчас придется, как говорится, потрудиться, правда, это труд на радость будет, правда ведь, с землей, со строительством, с рассадой, так что вот таким вот образом. Скайп я добавить не могу, я же не могу с каждым, поймите правильно, по скайпу уж не обижайтесь говорить, ну, это, ну, представьте мою занятость, у меня порой люди, ну, по таким вопросам, не совсем, может, корректно это говорить, там, ну, с серьезными, с раком, с серьезными проблемами пишут, я пытаюсь на это время хоть как-то ответить, но порой на это действительно у меня даже на это время нет, поймите правильно, но вы напишите вопрос, там, правильно сформулировав, я постараюсь ответить на ролик в Ютубе, либо вот в блоге у меня, вот, так что, что, сейчас смотрим, так, 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 50 евро, ну, да, ну, вот, пожалуйста, видите, как у вас стоит 150 евро, умножаем у нас на рубли, получаем сколько, где-то те же, там, если я правильно почитаю, 7500, ну, так и есть, как я и говорил, как и говорил, так, хорошо, дорогие друзья, всего вам самого лучшего, да, про H500 я тоже рассказываю, про, а, это, стоп, это уже коррелл, потому что есть, знаете, как, HV101, такой препарат, по, это жидкая форма кремния, кстати, как, если мы переводим на препарат, вот, допустим, жидкого кремния, ну, в коралловом клубе, это гидроселл, вот аналог для растений опрыскивания, когда буквально 2-3 капли на литр воды опрыскивается, это несколько, ну, буквально раз в 2 недели, это просто иммунитет для растений, это форма активного кремния через листья проникает, то есть, это, ну, это просто сказка, это я рассказываю подробно, вот, в инфопродукте номер 3, на, так что, вот так вот, каркасник засыпан, опилками плохо, потому что опилки при любой влажности, а это будет точка росы, будет плесень, и этом, вот это уже ни в коем случае делать нельзя, там надо засыпать такие материалы между каркасом, который внутри, будучи плюс-минусом встречается, да, точка росы образуется, чтобы это не гнило, ни в коем случае, посмотрите, обязательно, но, как посмотреть, я вам очень рекомендую, коль вы будете этим заниматься, строительством, не пожалеть этих копеек, сразу с тем, что можно потерять, не дай бог, и вот за 10 тысяч сейчас есть сегодня и завтра возможность купить мой комплект, инфопродукт номер 7 плюс 15, вот там все виды технологий каркасных с такими материалами, объясняю, почему такие, почему не так, про кровлю строения, какие там элементы есть, разграничения, чтобы был вынос теплого воздуха под кровельного пространства, но, чтобы не было конденсата, и еще про технологию ППУ напыления рассказываю, очень интересная штука, там просто крыша монолитная образуется, очень прочная, и точки росы там просто внутри материала, она его не разрушает, но при этом можно экономить на 10 операциях примерно вот эта вот мембрана, брусок, контрабрешетка, обрешетка и прогонный слой холодного воздуха, где выходит, вот выносится теплый воздух с влагой, вот это все там, в общем, про все, про это я подробно рассказываю, там полколоссальная информация, это просто вот каландайк, просто я говорю вот, ну, вот так вот. Так, что-то мне Дмитрий сейчас еще пишет, я смотрю, вот, да, благодарю я вас, я тоже надеюсь, что я дал кучу полезной информации, ну что ж, дорогие товарищи, давайте до новых встреч, пишите, смотрите, будут вопросы на мою почту ravanosobakabikei.ru, пишите, но такие конструктивные, то есть очень важные что-то, если, и вот, если по оплате что-то непонятно будет, захотите по-другому там оплатить, то пишите мне на почту, и, пожалуйста, сразу с вами свяжемся. Все, всего хорошего, до новых встреч, до свидания. Спасибо.